которые уже будут работать без тебя, и тогда ты хорош для любви, и ты не нужен. И либо ты ее не построил, и тогда тебе плохой лепесток тоже не нужен. Я знаю наверняка, что у Жени есть ответ на этот вопрос. Прям вот на этот вопрос. Почему вы работаете без государства? Нет, ну на самом деле опять же. Что действительно путин для компании? Мы просто идем и выходим из зоны комфорта. Значит, в этом плане и все хорошо. У меня только есть еще умысленные, можно сделать лучше. Вот. Ну, да. Ну, там все решено, что не отличается, что это мое или не мое. Если мое, то власть не идет. Если не мое, то надо чуть-чуть постоять и решать, как уже начать судьбу. И более. Ой, ребят, погодите. Сейчас, сейчас. Нет? Пролетело незаметно. Нет. 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 Да. Нет. 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 Да. Нет. а люди вот типа по людям иногда видно это москве да сейчас ребята сейчас потому что очень часто бывает так что либо есть практическая но нет образования всяких там а а остальных просто нет а а либо бывает так что наоборот у тебя есть да подруга здесь она где-то стоит не переживайте я просто вас чатик открываю на другом телефоне вы мне скажите фидбэк по звуку я сейчас не с петличками потому что мы сейчас вдвоем перезыгаемся все ли слышно хорошо не перебивает ли фон может быть какую-то сейчас песенку на радио убить и переходите на самое главное мероприятие айти технологию вики работает анимешник какой-то очевидно но мы не можем это осуждать и сам иногда выглядываю сейчас я про и прогуляю вас па технологии века и технологии блин в идеале какой-то вы провод с интернетом а тут внизу ребята смотрите вот тут есть стенды с различными активностями мы по ними они поняли мы по ним прогуляемся даже можно велики покататься попробуй я думаю что у нас есть нужно заполнить картиночка да ты ходишь таким бэджиком по мероприятию выполняешь всякие штуки и потом в зависимости от того сколько у тебя печаток стоит ты получаешь ништяки что главный ништяк главный ништяк ребята главный ништяк это пирожки ну хотя бы за этим надо ставить и там еще это что мафины вот эти двое трубцы мне кажется они задумали все их украсть сейчас я фронталку на а иногда мы заканчиваем вот с Продолжение следует... Да. Интернет не способен. Мой богоподобный лик. Вам продемонстрируй, а с вами сейчас Антону покажу. Хорошо. Давайте спускаться вместе. Смотри, не упади только. А, вот это флекс. Напоминаю, мы на VK Tech. По губам. VK Tech. Just Tech. Слушай, мне за это... Открытие конференции у нас сегодня в VK GT. А вы себе что не носишь? Удобно? Да вообще без проблем. Могу походить. Я твой личный оператор на сегодняшний день. Но мою надо хорошую сторону выбрать какую-нибудь тогда. Какая у тебя рабочая? Я не знаю. Вроде бы, блядь, никакой. Матом нельзя ругаться здесь. Знаете почему? Потому что мы в обществе интеллигентном. Среди людей, которые, между прочим, не на полу валяются. Здесь можно пройти тест, узнать, который включается. Почту, Омик, календарь, заметки, детскую почту, задачи и кучу всего. Здесь можно пройти тест, узнать какой-то сервис. А с другой стороны, можно познакомиться с нашими новыми ЧПТ-фичами. Хорошо, я пройду. Мне вот 30 лет, а если я в итоге детская почта, это... Есть резонанс какой-то, да? Значит, ты желаем одной душой. А вы какой сервис? Вы проходили это? Нет, еще. Нет, еще? Ну ладно, будем пробовать. Какие варианты ответа у нас? Да, как ты обычно вспоминаешь о самых ярких моментах в своей жизни? Ну, вообще я переписку на самом деле чекаю. Я люблю, знаешь, типа, с другом или, допустим, с женой девочки. Ну, простите, простите, девочки, но с женой стали переписки, посмотри, там, в 10-летней давности. А ты не кринжуешь, когда перечитываешь свои переписки? Конечно, кринжуй, я такой херный. Как ты реагируешь на новые идеи и информацию? Ну, записываю идеи, чтобы они были всегда под рукой. Планирую время на глубокое изучение информации. Нет. Способ сохранить, структурировать. Обдумываю и долго обсуждаю. Вариант? Да. Как ты подходишь к планированию своего будущего? Ну, я, несмотря на это, просто жду, что все будет хорошо. И ничего не делаю. Выделяю, создаю список целей. У меня все по полочкам. Здесь нет того, что мне нужно. Но придется убирать все из того, что есть. Давай друзья еще помогут. Друзья всегда помогут. Естественно. На то они и друзья. Относишься как-то к управлению личными финансами. Суперплохо. Ну, я, типа, не замечаю. Я пытался, знаешь, в течение где-то года все свои траты. Угу. И это закончилось тем, что я просто, ну, поплакал на Москву. Я перестал этим заниматься, потому что мне как-то стало жалко этого всего. А теперь я не знаю, сколько я трачу. Поэтому... Ну, мне кажется, тут такой, знаешь, выбор для людей подкованных финансово. Ну, я вот, кстати, недавно начал копить. Вот, да, да, да. На отдельном счету. Если бы ты был героем фильма, как бы ты спасал мир? Заключил бы союз с другими героями, распланировал бы каждую деталь. Пока ты думаешь, пока ты думаешь, что спрашивают, почему ты носишь кольцо, но указать на пальцы. И не только указать на пальцы. Ого, ребят, тут у нас три кольца или четыре. Да. Четыре. Потому что я сорока. Я люблю кольцы. И еще, знаешь, что я люблю? Обязанность. Своей натуры. Ты послышишь, блядь, на пальцах. Да. Как это возможно? Пальцами нужно выбирать ответ. У тебя и вообще нету. В смысле? Ну, покажи свою руку. Ну, да, согласен, присутствует. Отсутствует, точнее. Ну, вот тут немного есть. Твои татухи на отдельный стрим. Короче, я бы, знаешь, четкий план сделал к спасению мира. Нет. Я бы союз с героями-друзьями заключил, чтобы они все делали, а я просто фоткался на друге. В конце. Ты на необитаемом острове, что ты будешь делать? Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Собчу сообщение в бутылке. Как раз бутылка всегда при мне. Это замечательно. Бутылки спасают. Да. Так, психологический прогресс. Ну, я веселюсь. Веселюсь я в виртуальных мирах. Мне кажется, тебе подходят нормально. Да-да-да. Есть там веселье какое-то. Так, как ты готовишься к встрече с друзьями? Вопрос такой, с подвохом. Да-а-а. Сейчас мы узнаем, насколько ты готовишься к встрече со своими друзьями. У нас очень просто. У меня жена говорит, а к нам вот эти вот эти придут сегодня. Я говорю, может, не надо, может, мы не надо. Так, ну, давай плейлист лучших фильмов. Давай. Я люблю фильмы обсуждать. Марафон устраиваешь, просмотр? Что последний смотрел? Последний смотрел, последний смотрел, обидел в главу. О, и как себя? Ну, там есть одна актриска. О, я прям милый ёвыч даже. Да ладно, какая-то, да. Я забыл, как называется. Я тебе сейчас покажу её. Я ещё всем её покажу. Я прям... Так, ну, по итогам, ты почта Mail.ru. Я почта? Да. Ты почта Mail.ru? А вот этого, да? Ну, девушка эффектная, тебе скажу. Я почта. Какова тебе быть почтой? Разбираете? Да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Мы клеим. А вы нам клеите на всё или на один тот? Хорошо, наклеим на тебе. А вы можете мне отдать просто кусту, я не скажу, оторвать. Давай ты наклеим мне, а там разберёмся. Давай, мы тебе наклеим. Самое время затестить уже пяти печи в почте. А что там будет? А что там будет? У нас появились уже пяти печи в почте, в облаке, в заметках. Они могут писать тексты, посты, поздравлять с днём рождения. На той стране наша... У меня как раз в августе день рождения. Пойдём. Всё, расскажем, пока. Пойдёмте, пойдёмте. Едем дальше. Она сказала, всё, расскажем и покажем, и ушла. Ну, я думаю, она... Ну, сейчас она может узнать какую-то полезную информацию и вернётся к нам с фидбэком. Открывай, давай, давай, давай. Дарил тебе кепкой, ну, чтобы ты был в собрании, не выставлялся с днём. Я прям освежился и сейчас. Вот. Что делаем? Давай. Ну? Вот, там, где не можешь показаться. Давай, пойдём. А! Мне кажется, чувак 22-й куст растений. А, я так понял, у них соревнования между собой. А! Пойдём, сейчас, 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 сейчас. А, взяли. А, взяли. Ты как вообще, напалишься на велик? Ну, вообще, не особо. Я уже планирую года три купить велик, и у меня ничего не получается. Но у меня вот это, насколько... Ну, ты подготовился как будто. Ну, я думал, что сегодня придётся кататься на велике. Это, конечно, больше на скейтборд. И... На скейт катаешься? Я пытался, один раз, когда чуть не сломал руку, решил бросить. Вот и я такая же история. Ну, я бы никогда бы не подумал, что на физические упражнения будет очередь. Люди хотят мерч, баллы, зарабатывать. А тут очередь, правильно? А, вот как парни, покручка, там оси вы. Супер. А вы сможете нас поснимать? Или ты не будешь кататься? Я буду. Можешь нас подержать? Да, я могу поснимать, потому что начнёт пройти по QR-коду, запустить город. О, боже мой. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Всё не так просто. Так, окей. Запускайте бот и получите... GT-коин. 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 Звучит? Современно. Так, ну всё это выглядит так. Да, я даже покажу. Привет, это кот Персик. Вот это самое, давай. Всё, окей, давай, поехали. Уже в коины нам обещают и алмазики. Ага. Кооперативный трек, я так понимаю. Угу. Добро пожаловать на командный трек, здесь я буду тебя проверять. Поехали. А, надо ход, вот этот ход надо вести. Угу. Вести ход. А-а-а, я так понял, мы вводим в этот ход, когда мы сядем. Угу. Понятно. Не, ну это стоит очередь. Да, будем пробовать. Сейчас я у неё спрошу, окончательно, так ли это работает. Ну, и, кстати, вот этот крошечка покажется на дискафере, вот нужно обойти вот так вот, там стойка, вот сделают этот наклейку. Так, смотри. Вот у меня ЕКУР получил, и теперь надо куда-то его вести. Сюда, сюда. Нет, правильно, если нужно нажать, то есть. Ага. Все, мы разберёмся. Да, всё, теперь вы садитесь и не знаете, какие. Одновременно? Да, одновременно. А у меня было вот такой вот или сад. Сейчас нет, пока не надо. Да, крутишь и педали, кто быстрее, то есть на... Давайте, а поделите его так вот. Можешь сюда поснимать такой дизайнер? Да. Не надо, чтобы нажимать или нажимать. Нет, нет, просто, чтобы мы не попали. Смолку, например. Окей. Прям залезает один сигналетик. Вперёд? Да. А что нужно отдать, что-то работа умоется. Все, просто крутишь и педали. О-о-о-о-о. О-о-о. 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 Прекрасив. Прекрасив. Идем. А-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а. Мы докрутили или нет? Мы докрутили дальше. Все, все. Ладно, едем. Все, все. Приехали? Да. Ух! А то вы идите? Вы оба? Вы оба, да. Да. Дело дружно. Поздравляем. Спасибо большое. Да, давайте просто начислим вам поины. Так, нам надо где-то... А-а-а-а. Черт. Это для 30 лет сложновато, да? Что-то хочется уже лить. У нас там диванчик есть с той стороны. Ух! Так, а от нас что требуется еще? Давайте мы начислим вам поины, и их можно будет обменять на наклеечки. И потом купить что-нибудь в магазине мерчат. Давайте. Так. Потная катка, я скажу. 9 0 7, да? Буквально потная, да? 200 код. Выбираем. Ага. 9 0 7. Вводим код сейчас. 9 0 7. Получаем свои. Только не говори, чтобы другие не вели его. Сейчас, мы не будем говорить код, мы... 4 3 5. Все, вы ничего не слышали. Канка с Ростова, ребят. А можно мне тоже вести? Да. Говорят цитаты классика. Я реально прихерел. Скажу. Ай. Андрей Хавер, это ты? Андрей Хавер, это я. А ты? А я Алексей, не Хавер. Это Алексей, не Хавер. Сейчас мы... Мой слоняра. А ты смотришь? Да, да, посмотрим. О, спасибо. Зафиксируем рукопожатие со зрителем. Саратов, привет. Саратов, рэй. Саратов. О, жесть, прикиньте, какие-то крутые люди. А ты... Я местный. Ну, не совсем, но ладно. Айтиши. У тебя, короче, важная позиция, да, в МТС? Ну, достаточно. Нормально. А где донаты тогда? Ага. Я посмотрю, я посмотрю. Я договорился. Понял, понял. Блин, приятно. А какой ник у тебя? Мисплейсер. Но я редко в чате появляюсь. Нормально, нормально. Клянчу. Ничего, я не клянчу. Все клево. Я зрителю нашел своего. О, круто. А где это клеится? Давайте сейчас бомбанем. После такого заезда. А вы никому не накручиваете наклейки? Ну, типа, может быть... Ну, может, как-то договориться нужно. У вас мы такого здесь? Это не настолько криминальная тема. Работаем в белом. Ладно, ребята, хорошо. Жесть. Как это? Здравствуйте, друзья. Вместе с вами вновь здесь. У нас в Тарл-ГРФ. Сегодня большой. Смотрите, как... Объявляет перерыв. Так громко и скучно. Да, да, да. Честно, мы дадим ему шанс объявить. И просто уйдем, а? Да. Нашим спикерам. Это здорово. Мы говорим доброго дня. У нас здесь невероятная атмосфера. Обязательно прогуляйтесь по всему проспекту. Вот так. Выглядит очень заманчиво. Ой-ой-ой. Честно говоря, конкретно заманчиво. Разожди. Вот с акробием, как мы с вами делаете. Вот так вот. Не дошнит? Все в порядке, все целы. Думаю, где-то минут через 10, наверное. Пойдем интервьющики делать, а? Думаю, поболтать надо. Да, да, да. Все, пока еще прогуляемся, посмотрим, что где здесь. Сегодня не забывайте, что баллы каллыбаны на вторую точку. Здесь мы продолжим собирать баллы и просто пока подождем погуляем, потому что мы не знаем, насколько будет задание долгое, сложное. Я думаю, после велика надо зачериться. Да, хорошо. Пойдите, пожалуйста, по-мите. Да, пойдем, найдем. Пойдем, воды найдем. Мне кажется, его. Да. Очень важно. Пойдем, задерживайте. Нет? Нет? О, вот она вода. Ее можно забрать просто, смотри. Или надо купить ее. Я не знаю, а воду брать или покупать? Да, конечно, можно. Все, мы заслужили, я считаю. Давай сюда. Не мой размер. Ну, пойдем. А, сейчас я открою потихонечку. Я все равно хочу попробовать запустить фронтальную камеру. Ты готов? О, я могу. Ты пошел на отрезок. Выпьем за... За технологии. За технологии. За высокие технологии. За высокие технологии. За ВКП. И за ВКПлей. И за ВКПлей. И за Чит. И за Mail.Ru. И за Мэйл. И за Одноклассники. И за Мир Ватюбин. Блин, водичка хорошо зашла. Что за Челик? Это Антон. Он стримил, когда еще не родился. Но, как понимаешь, при этом мы с тобой одного возраста ходим. У меня 30. Ты слышишь? О! Так что я как раз допонимаю всю усталость. Довкую стяну, потом вся эта появляется. Да, да. Я даже специально покрасился, чтобы это было не заметно. Мне тоже надо крашить, но я так рисунки рисую. О, ты это что? Я как архитектор должен оценить качество пакета. Ты еще архитектор? Да. Да? Да? Ну, как архитектор? Я опять лет учился в университете, но понял, что это не мое. Да, учился? Да. Конечно. Я бы там и не пустили. Это в ваш офис. Это в ваш офис? Чем вы принадлежались? 9-11. Я понял, понял, понял. Нет, на самом деле, очень круто. Я вообще обожаю ходить в офис. Это, наверное, лучший офис в моей жизни пока что. А нет такое, что хочешь дома работать? Слушай, у меня гибридные графики, а в целом могу и дома работать, и из офиса. Нет никаких препятствий. Но мне в последнее время с собой очень нравится приезжать в офис. У вас там, наверное, офигенные, да, вот эти, как это называется? Лаунж-зоны? Лаунж-зоны, очень вкусные смузи всякие, едва. PlayStation 5. PlayStation 5, конечно. Я пытался давно не очень крутой график. Вообще, жусь. Управление поменялось, по-моему. Ребята, представьте, что вы тяплые. Ой, сгорелось, ой, сгорелось. Специально для нас. Блядь, и шо. Какая красота. Для вас, чатик, горит этот свет. Пусть этот свет символизирует веру в будущее, веру в технологический прогресс. Ну, чуть подольше пускай он светит, чем макет. Так, у нас, сейчас я узнаю за интервью. Давай. Ловить человечка. Мы сейчас поймем человечка и будем его допрашивать на тему, на всякие. Прикиньте. Надо еще Марту найти. А вон она. Вон она. Вон она. Где где? Ой, тут еще и... Ой! Ой! Давайте пускай наши чатики поцелуются. Здравствуйте. Здравствуйте. Муа! Ути, возьму и... Ути, возьму и... Это же Милан. Джи-джи-джи-джи-джонат. Угу. Па-па-па-па. Я, ю, сап, ман-мен. Как ты делаешь, ман-мен? Чего? Как ты делаешь, ман-мен? Ага. Ну, с подругой мы уже виделись просто. Я какая? У меня падает периодически. А! Понял. Ну, ладно. Кстати говоря, я ни разу не упал еще. Я... А я уже, кстати... Да потому что ты мэр Саратова, тебе нельзя просто падать. За 20 минут ни одного падения. Девочки, я не хвастаюсь. Я буду... Это на молодом. Ну что, Андр? Че? А че? Мы на велике катались? Вы катались? Я не каталась. О-о-о-о! Я еще предлагаю на отказывается. Так пошли, я... Только мне нужно... Вы не катались? Они не катались. Э-э-э, их ждут, как я уже сказал, под накаткой. Ага. Мы дали жару, мы за секунду проехали. У меня... Вот там вот падает, а здесь стоит. А давай я подержу. У меня два стрима будет. А ты два стрима? Вот это да. О! Познакомь чатик. Познакомь мой чатик с твоим чатиком. Смотрите, это чатик Марты. А давай наоборот. А теперь... Это мой чатик. А меня тут зритель узнал. Ничего такого. А меня никто не узнал. Ну, вот и думай. Вот и думай. Иди катайся. А я тебя буду снимать. Блин, жизнь. Ты не вязать в камеру? Ну, не знаю, давай. Давай я тебя поснимаю, как ты снимаешь. Давай, давай. Топовый контент. Работаем, ребят. Вот так происходят стримы. Вот так происходит съемка. Там, где есть Wi-Fi, хорошо работает. Какой у нее рост? У Марты 187, по-моему. Ого. Чувствую себя. Ну, я вообще-то 191. Я и тут ее обошел. Бои стримеров онлайн. Ну, тоже такое. И там, и там есть цвет. Ну, я типа так перед выступлениями крашу. С обычными. И не я. Ну, это, типа, да, избиты, но... Такая тематика концерта завтра, поэтому... Лежу, я лежу. Ага, быстрее, чем вы ноги. Ага. Но она на месте, естественно, стоит. Проходите. Падает, как я могу. Пока одни стараются, мы расслабляемся. Но тоже работаем при этом. Она проиграла. Зацени. Мы настолько четко, слаженно все это сделали. Однобременно это все произошло. Мы приехали, да. Фризы у вас появились? Давайте мы отойдем отсюда. Я проиграла. Здесь, да. Здесь какой-то... Ждем, 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 ждем. Пока можем походить, посмотреть. Сейчас я все... Я отойду, ребята. Вы стабилизировались? Стабилизировались. Сейчас я, ребята, все проверю. Все равно плохо. Отойду. А вот Оля... А мне подходила сегодня Оля. И говорил, Саша, расскажи немножко, куда стоит сегодня пойти обязательно. Как у вас это прошло? Как прошло, как у нас тут. А? Ну да, здесь я слышал еще лучше, поэтому... Ребята, вы живы? Скажите, пожалуйста, за звуковым сигналом... Ребята. Скажите, пожалуйста, за звуковым сигналом, чтобы не пропустить, когда продолжится... Секунду. Вот, вот, вот. Да, здесь... Пойдем. Да. Да, да, да. Видишь, я как знаки судьбы это расцениваю. Где интернет падает, нам реально нечего смотреть. Да, просто. Не работают такая схема. Осталось только эти белые диванчики. Диванчики какие. Наверняка нам что-то. Давай. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Тут слишком много всего, очень легко... Да. Понимаете, мы как будто бы из рога изобилия побили. И на велосипеде можно пока... Давай. Как раз снимем сверху. С высоты... Ага. Спасибо. Ну, я думаю, что можно пойти туда. Снова упал? Нет. Снова упал. А белый диванчик же там, правильно? Мы падаем. Там быстро туда идти, на белый диванчик. Кажется, здесь хорошее. Или вон туда можно пойти. Вот. На втором объеме живем сверху, да? Да. Болг с белым диванчиком. Привет. Да, наверное, там. Идем. Ищем белые диванчики. Но мы здесь упали. Пойдем. Пойдем. Вот это на базу, где мы начинали. Там мы точно не падали. Там можно присесть. Там пока нет выступлений. Где-то упасть. Ну, вот здесь, на котором даже не получится, вообще нет интернета. Понял. Надо вниз. Тогда уходим. Опять вниз. Ой-ой-ой. Спасибо. Там никого нету, они тебя не видят. Зачем я, блин, вот это делала? Ну, ладно, здесь мы еще... Спасибо. А где у тебя отлички? Не под ручками. А? Ручками. Can I take this? Yes. How many... How many зарядки? I don't know. I have some зарядки. I don't fucking know. Это, к сожалению, новый айфон. Ты ж гавню какой-то. Так это машина, не мой. Давай я переделаю, тебе принесу. Я тебя обожаю. А где... А мы здесь, мы здесь будем своей... Нам рекомендуют пойти пока к окну, подождать спикера. Там отличная связь. Мы будем окошко, спасибо, я ценую. Будем снимать улицу, как там суть малыша. Отлично. То, что нужно. Тихно. Тихо. Ребятушки мои. О! Есть тревелька на диванчик. Ну и здесь вот мы... Ты поставил это там? Или как-то организуется? Мы вообще здесь ничего не поймаем. Я тебе так скажу. Странно, что ребята здесь... Или... О, 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 о. Все, нашел. Встали. Заработал. Что? Ребята, вы живы? О! Так. Пошел? Пошел. Ну, супер. Пока отсюда никуда. Да. Да, мы будем стоять. Вы живы, не двигайся. Стой, не двигайся. Знаешь, что надо, короче, переводить спикеров, просто чтобы они вставали вот этот квадрат. И не двигались. Ну, чем вы занимаетесь? В ИК. В ИК. Все, до свидания. Отлично. Несколько. А, мы стоим. Это один из Wi-Fi. Тут их 16 тысяч. Надо просто периодически... Менять. Да. Да. Доставишь, переводишь. Да. Сейчас еще мне Марта перенесет двойные петли. Угу. О, суп. О, нет. Малтой? Я надеюсь. А, нет, нормально. Я просто не двигаюсь. Ага. Можно пока присесть просто, если там, если метр движения не изменит. Давай, давай, давай. Пробуем, рискуем. Идем. Аккуратно. Маленький шаг для человека. Огромный шаг. Для Wi-Fi. Для Wi-Fi это непреодолимое расстояние. Мне тут сок кто-то оставил. А где вы не взяли такое? Не знаю. Мне кажется, там наливают в целом. Можно посмотреть. Сейчас я тоже сяду. Уф. Все идет нормально? Да. Кайф, кайф. Мы on air, ребята. Все нормально. Ребята, зацените. У меня тут и павербанки, и провода всякие. И более того, что самое главное. Не дай бог, какая волося. Это тоже из черной. Да, да, да. Монтуйте, пожалуйста. Спасибо большое. Сходим, черт возьми. Благодарю. Ходим волосами. Вот так вот все происходит. Мы сейчас о спикерном будем уважаемым говорить. И сидим волосатым. Думаешь, его тоже обезволочите? Супер. Ох. Так, это моя будет? А где моя? Это моя. А это моя. Не путаем. Ты будешь пробовать маффин? Он очень мягкий, по-моему. Я буду пробовать его. Маффин нужно пробовать. Это то, на самом деле, ради чего мы здесь. Да. Потому что маффин испекли. Но он прям мягкий. Да, ги-кей. Житий. Высокие технологии. Вам кажется, что это маффин? А это нано-машина, между прочим. Достаточно укусить, и молекулы этого маффина отправляются в желудок. И с помощью синтетики заполняют его. То есть достаточно будет одного укуса маффина, чтобы наесться на полторы тысячи калорий. Я, в принципе, наелся. Я даже понюхал, и уже не хочу. Ну, они-то, конечно, скрашивают то, что Wi-Fi не работает. Как они в этом ВК делают маффины из нано-машины? Непонятно. Нано-машину с дельта. Мы наконец-то строили интернет. Это, кстати, не тот, который ты мне отдал, поэтому эти его сейчас вернули. О, давай. Мы пытались разные использовать. Да, делись нам. У кого будешь брать интервью? У меня, на самом деле, сегодня много кто. Первым делом... Я сейчас посмотрю форекс-призоню. Первым делом у нас... С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с... Первым делом у нас... Нихто иная как... Василина. Василина. И не просто Василина, а Драгичинская. Ого, вот это да. Да, она отвечает на заинклюзию сервисов и соцпроекта. То есть, это работа со социальными сетями и прочим, с коммуникациями для людей слабослышащих. То есть, как люди, которые не слышат ничего или слышат очень слабо, как они могут пользоваться сервисами, какие для них делаются ништяки, чтобы у них не было дискомфорта при пользовании продуктом? Я еще у нее хочу спросить, а не только просто вас слышат, или у них еще какие-то исправительные... Есть много проектов, да. Но лучше у нее спрашивать, безусловно. Да, да, да. Ну, подожди, пожалуйста. Если... Мы ждем еще... Она должна к нам подойти? Реально? Нам сейчас пятнички принесут, не переживайте. Уже несут, я вижу. Ой-ой-ой. Сейчас мы заговорим с вами, ребята. Привет! Потихоньку, мы вроде настроили, ожили. Ожили? Да. Давайте картиночку поправим. Я вот уже... Я не знаю. Спасибо большое. Ты умеешь? Я все умею. Точно? Ты это втыкаешь? Марта, они кексики точат. Кто? Вот эти два. Я не ела с утра. Ты не ела с утра? Я не ела с утра. А потому что знаешь почему? Почему? Потому что я первая стримила. Ну это твой выбор. Нет. Ну не твой? Это мой выбор. Ну вообще кексики пасты. Да я с удовольствием. Так, где твой А? Я почему-то... Мы упали? Я пытаюсь понять. Посмотри там. Нет, сейчас онлайн нормальный. Не-не, а картинка, то есть там в чате... Да, нормально все вроде. Так, сейчас я вас потрогаю. Через минуту буквально объявит спикера... Это было рискованно. Ваш спикер и сюда придет. Да, да, да. Через минуту примерно. Еще минут 5 идти примерно. Мы работаем? Подожди, у меня все... А чат не работает? Так, кто же... Маршечка на какую-то... Въехнулась? На кофон на кофонду... Какать упали? Мы стоим, все! Все! А вы слышите вот в петличку? Слышите в петличку? В петличку? Вот в эту вот петличку? Слышите не в петличку? Она включена тоже, ты тоже можешь говорить. Тебе не надо, она и так включена. Не надо? Блин, я выключил. Кстати, пока вот вы настраиваетесь... Я тоже упал. Не слышат в петличку? Не слышат в петличку. Опять? У нас было такое. И что вы сделали? Перезагрузили? Перезагрузили этот самый стрим? Нет. А ты посиди расслабься, сейчас Марта все сделает. Пока Марта все делает... Кстати, ребята, у нас у коллеги моего сегодня дебют на Твиче, так сказать. Я думал, что тебе рождение сегодня. Я тоже на секунду так и подумал. Даже я так подумал. Я такой, вау, серьезно сегодня? Упустил этот момент. Поздравляем! 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 Блин. Свечи тоже не хватает, а так все классно. Дай бог здоровья. Дай бог здоровья. Какие свечи? Успех у тебя во всех начинает. И дай бог здоровья все. Пора становиться стримером получается. Музыкант. У него своя группа. Пора становиться стримером. Да по факту. Угу. Я себе все для этого устроил, но просто никак не могу начать. То есть и вебку закупил, и ОБС бы настроил. Просто как-то не... Я ему предложил в нашем офисе, в музыкальной комнате, трек в эфире про ВКонтакте написать. Угу. Угу. Разведу, короче, на таком. Так, чат. Ваша задача сейчас писать, будет ли слышно или нет? Разведу, конечно. А, слышно. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Вроде слышно. Это слышно не через петлички. Ну, в смысле. Если уже подключена петличка, то только через петличку. А ты ко мне второй? Она включена, да? Ну да, она дошла. Да. Я усадку слышно. Проверка оборудования. Раз, раз, два, 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 три, три. Ну, как-то очень... Это не петличка, пожалуйста. Это не петличка. Это не петличка. Это не петличка. Слушай, а у тебя на этом, на вашем новом айфоне, на вашем новом айфоне, на заметочку, между прочим, не работает почему-то. Да? Да. Накупить себе этих айфонов. Может быть, он автоматически не берёт? Сейчас мы всё её замучим. Это что, другая? Да, но она одна. Понял. Слушай, не знаю, Андрю. Остань, пожалуйста. О, только попроси. И там что-то надо будет нажать, наверное, да? Нет. Во, во, другое устройство. Приём, приём. Приём, приём. Во, во, другое устройство. Минус уши. С телефона было лучше? Снимай. Убирай. Умой без петлички. Фи. Импровизация, ням. Ну без петлички. Андрю, я пыталась. Да, ты пыталась, ты лучшая в мире. Я знаю, спасибо большое. К нам уже идет спикер. Спасибо тебе за это. Сейчас будет очень интересный разговор. А может тогда поближе, чтобы микрофон был поближе? Очень интересная тема. Давай уберем. Очень интересная тема. Очень интересная тема. Привет, ребята. Привет, привет. Привет, меня зовут Василина. Покажи человека. Кто там такой выход был красивый? Это Василина. Сейчас мы будем с ней общаться. Это Андрей. А это Андрей и Василина вместе. Вот мы и тут собрались. Давайте тогда. А какая рабочая сторона? Или все рабочие? О, бачки милые. Давай вот так тогда. Меня научили. А у меня не рабочая, Василина. А, ну слушай, мне же нужно, знаешь, как встречаться, если есть две подруги, одна симпатичная, а другая, типа, рядом с ней, чтобы казаться более симпатичной. Спасибо большое. Будьте менее симпатичной подругой, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Так вот, мне сказали, у нас есть один человечек, который хочет сам. Потому что, знаешь, как у нас бывает слово, мы спикеров сами дергаем и пытаемся с ним поговорить. Мне сказали, что Василина сама хочет. Очень хочу. Любите выступать? А на ты можно? В общем, мы можем на ты. Я уже на ты. Отлично, спасибо. Мы с тобой с первого класса вместе. Да? В Саратове, да, родилась? Да, там недалеко Барнаул. А как ты покинула его? То есть, как ты умудрилась сбежать? На самолете. На самолете? В смысле сбежать? Нет, я выбрала очень простой путь. Дело в том, что если оставаться в Барнауле, то я буду вкладывать очень много усилий для того, чтобы развиваться в профессии. А в Москву приехал, тут смотри-ка, уп. Окно возможностей. Как говорят у нас в бизнес молодости. Наши. Бизг... А это можно? Я не уверена. Я тоже не уверена, если честно. Ну, мы вырежем. А яс? Короче, суть в чем. Василина у нас вообще умничка, потому что она занимается очень интересным проектом. А конкретно проектом, который ориентирован, я так понимаю, на слабослышащую аудиторию. Ну, слушай, комплекс в целом. Комплекс в целом. Помимо слабослышащих, в целом люди, у которых возникают трудности с восприятием того, чем мы пользуемся без... Мы с тобой. Мы с тобой реально... Мы с тобой с утра как обычно просыпаемся. Очень плохо. Я еле встался в этом. Вот. И это примерно та же самая ситуация. Ты проснулся такой, типа, господи Иисусе, за что мне этот мир? И у тебя, там, не знаю, глаз еще не открывается с толком. Ты плохо что-то видишь. А вот можно поконтрать, не можно просто вот на кнопочку нажать, чтобы вот случилось какое-то чудо. Ну, это так, если абстрактно. Если прицельно, то, конечно, ключевая аудитория, это аудитория с разными, скажем так, особенностями восприятия. Это люди с инвалидностью или, может быть, инвалидности нет, но, например, у мужчин есть такая суперспособность, ну, реально... Во сколько лет сразу? Если в тридцать, то, может быть, отпустим даже? Нет, реально, у мужчин в большей степени, чем у женщин, есть такая суперспособность, как дельтонизм. Реально, каждый двенадцатый мужчина обладает такой суперспособностью. Это сейчас не шутка. В основном, это не восприятие красного спектра, и поэтому вот здесь у нас, в принципе, довольно много черных, белых цветов. Вот отличный. Монохромчик прекрасно, пошел. То есть я, по сути, сейчас, возможно, красные книги, просто не вижу, они есть, да? Есть такая вероятность, ну, узнаки, ты воспринимаешь, что ты можешь значить красные книги? Могу. Ну, значит, ты... У меня художественное образование, я еще кораллы могу. Ты меняю, о-о-о, вот все. Да, я в порядке. Я тот самый тринадцатый мужчина из этого списка, ну, вот. Слушай, мы все в порядке, но дело в том, что важно создавать вот все окружение, весь мир вокруг нас настолько удобным и, по возможности, универсальным, чтобы было удобно и тебе, и тебе завтра, и тебе послезавтра. А как давно тогда эта история началась? Именно ориентация на такую аудиторию, которая была вот услышана, условно говоря, и как давно начали об такой аудитории думать и работать в направлении? Ты сейчас спрашиваешь про ВК или спрашиваешь инженерали? Инженерали и про ВК все вместе. Ну, инженерали, это там с начала двухтысячных годов примерно так. Может, чуть-чуть попозже. В основном на Западе крупные компании начали об этом задумываться. В ВК об этом начали задумываться, ну, в принципе, давно. Дело в том, что в целом ВК такой подход, что мы создаем продукты для людей, удобные и удобные для максимального количества пользователей. Другой вопрос, что конкретно направление инклюзии сервисов, в котором, собственно, я дружусь, оно было сформировано два года назад. И вот такая, знаешь, стратегическая, целенаправленная работа, вот это относительно недавно, два года назад, потому что мы молоды. Молоды. А вот является ли каким-то своеобразным ноу-хау, если сравнивать, допустим, с другими социальными социальными, возможно, европейскими, западными и так далее? Есть ли... То есть они тоже, да, этим занимаются? Слушай, да, многие этим занимаются, и мы занимаемся в том числе. Мне было очень приятно получить такой фидбэк, обратную связь от наших пользователей. Это были пользователи Одноклассников, которые написали о том, что у нас реально повысилась доступность у iOS-приложения Одноклассников на уровень Twitter, Facebook, на такой мировом уровне. И это было супер приятно. Мы стараемся это поддерживать, чтобы не снижалась наша планка. Подтягиваем другую тоже платформу. Какие инструменты используются, например, допустим, взять слабослышего человека и как он воспринимать будет звуки, просто даже в той самой новостной венте, возможно, лечит? Как он это будет ощущать? С помощью чего он? Какой главный инструмент? Слушай, надо, во-первых, различать людей тотально глухих, которые не слышат, и людей слабослышащих. Слабослышащие ребята часто носят кохлеарные импланты или слуховые аппараты, потому что ты больше про таких слышал, про такие, вернее, слышал. И в целом, слушай, это спектр. Реально, вот нельзя сказать, что вот здесь я слышу на единичку из десяти, а здесь слышу на 10 из десяти. И вот поставить такой, знаешь, стандарт, вот так или сяк, это спектр. У кого-то такие особенности, у другого другие особенности. Если мы говорим про людей, которые не слышат, это в основном глухая аудитория, то их выручают субтитры, их выручают перевод на русский жестовый язык. У нас, как сегодня, будет классная дискуссия о том, вообще, переводчики русского жестового языка и вот эти все новые технологии, автоматическое субтитрование, субтитрование, возможно, в целом, перевод, знаешь, с помощью каких-нибудь андроидов, перевели с русского жестового языка, ну, на русский, по-своему, например. Я пытаюсь себе это представить. То есть, получается, субтитры, мы понимаем, это искусственный интеллект, как будто бы считывает язык и переводит. А в плане жестикуляции, то есть, если надо объяснить? Русский жестовый язык — это язык. Это прям вот отдельная лингвистическая система со своими терминами, со своими особенностями и так далее. Более того, в силу того, что я говорю сейчас, русский жестовый язык, это как бы тебе намекает, что жестовых языков гораздо больше, около 80. То есть, есть китайский жестовый язык, английский жестовый язык и так далее и тому подобное. Вот, причем, не дай бог ты произнесешь язык жестов. Тебя покусают за уши. Как это называется? Я че-очень. Жестовый язык. Жестовый язык? Ну, смотри. Жестовый. Жестовый язык. Ну, смотрите, здесь все, короче, очень просто. Вот сейчас слово «жесть». Иногда, да. Русский язык. Ты же не говоришь язык русского? Жестовый язык. Может, ты говоришь? А че ты мне сделаешь? А че ты мне сделаешь? Ну, говорю. Ну, ладно, говорю. Покусаю за уши. Помнишь, как грозил? Жестовый язык. Жестовый язык. А че-нибудь... А ты разбираешься или нет? Я могу сказать, я не говорю на жестовом языке. Можно же? Я тоже хочу. Причем, ну, я. Вот это вот жесты. Смотри, ладошка по ладошке, неважно, правая, левая, как тебе удобно. Я жестовый язык не знаю. Да? Да-да-да, вниз. Главное, вниз уводить. А, вниз? Да. Не, знаешь, не чтобы взрывалась голова, типа вниз. Да. У нас... Я хочу теперь еще чего-нибудь. У нас девчонок тут 8 штук, которые на русском жестовом языке тебе такое прямо... Чики-пи-барума строят. А есть что-то такое, это, ну, ничего нельзя говорить, например, в приличном обществе. Есть! Так это первое слово, которое я выучила. А можно? Можно мы покажем? Сейчас мы на паузу поставим. Не-не-не, слушайте, ну, вы что, я же приличная девчонка. Я понимаю, понимаю. Я приличная девчонка, которая выключает камеру, и тогда я показываю вам ценную лексику. Ладно, сейчас. Что-то там пляшет, знаешь? Да-да. Пляшет. Это не я говорила, он сам придумал. Мне вообще Антон показал в перерыве от еды. Он, возможно, подавился и пытается как-то сигнализировать, что умирает. Блин, класс. А как это получается за жестовый язык отвечает тоже искусственный интеллект? Слушай, есть такие системы, есть такие разработки, но мы сейчас идем по тому пути, когда мы, скажем так, стремимся друг другу помочь. Вот по объективным причинам, которые мы сегодня будем обсуждать как раз, или мы уже обсуждали, когда мы в каком времени? Я вообще вне времени. Ты вне времени? Я передвигаюсь туда-сюда. Да. От Саратов я возвращаюсь в 1865. Слушай, Саратов офигительный город. Я прям обожаю Саратов. У нас першица Саратова, это человек, который говорит, что это лучший город. Ну, она здесь, да? Волга. Она, ну... Да, ну, понятно тогда. В общем, а какие планы тогда на развитие дальнейшее? Есть ли какая-то история, возможно, инсайдинг? На чем сейчас, допустим, работаете? Или что сейчас в перспективе? На чем главный вектор развития всей этой истории? Может быть, какую-то новую группу людей, которые тоже покупают учения? Выявить, да. И особенность восприятия какие-то выявить. Сейчас давай мы с тобой выявим. У меня есть друг внезапно. Конечно, друг. Ну да, естественно, я. Я не знаю, что такая болезнь есть, а он запахи не чувствует. После ковида такие друзья чаще всего начали возникать. А сейчас начнется как раз-таки вот эта вся 5D-история. Какая, прости? Ну, 5D-вот это вот все ощущения вместе взятые. Через ВК можно будет понюхать, например, какой-нибудь домашний рецепт. А люди, которые не чувствуют запахи, как они будут понимать, что они нюхают? Им могут такое подложить? Да ладно. Не подкладывай мне, пожалуйста, ничего. В общем, в целом, вектор развития. Что восходит в вашей деятельности в данном месте? Я очень серьезно задал этот вопрос. Слушай, откровенно говоря, цифровую доступность, подход к тому, чтобы делать универсальный дизайн, универсальный код и так далее и тому подобное, это тот вектор, в который мы идем. Чтобы по умолчанию все разработчики ВК, а в идеале все разработчики России и мира и так далее, все дизайнеры ВК России и мира и так далее, они не задумывались о том, что мы сейчас создаем какое-то уникальное, приложение или какой-то уникальный сайт только для этой категории людей, нет. У них были универсальные правила, знаете, как гигиена. Я каждый устрою, каждый вечер, я по умолчанию использую такой код, я по умолчанию использую такие стандарты, требования в дизайне, чтобы это было удобно для максимального количества пользователей, клиентов, не важно, о ком мы говорим, гостей на Бокафесте. Знаешь, мы повышали доступность на Бокафесте, и мы это сделаем в этом году тоже. Как говорится... Вот оттуда я и узнала этот... Вот ты думаешь, зачем ты забыли, наверное. Так вот, получается, так, это понятно, по планам мы разобрались. А есть, когда вот происходит, наверное, мозговая штука какая-то, как сделать что-то доступнее для определенных групп людей, как какая-то у вас есть группа испытуемых, проект какой-то разрабатывает, как вы интегрируете в итоге? Вы же не можете просто выкатить и смотреть, почему же реагируют на это. Они понимают, почему это делают? Это ужасно, то, что ты сейчас говоришь, потому что у нас главный подход – это ничего для нас без нас. Это означает, что если мы адаптируем сервис для, например, незрячих пользователей, у нас в штате сотрудники работают незрячие. А, то есть, они непосредственно с первых уст понимают, что удобно. Ну, конечно, потому что, ну, сытый голодного не разумеет. Мне придумывать за... Ну, что-то в этом духе. Ну, то есть, мне придумывать за тебя, что тебе хочется, что тебе удобно или нет, довольно логично. Я очень хочу попить. Ты хочешь попить? Пойдем сейчас попить. У меня вот водичка. У тебя есть вторичка? Я сейчас пойду, да. Извини, что перебиви. Наверну. Чего-нибудь. А тут есть, да, какой-то секретный тур, где, может, что-нибудь, наверное, поинтересно? Разумеется, там есть питание. Вот для всех. А, это то, что для всех-то новое? Да. У нас для всех. Мы такие же. Ничего для нас без нас. А это, к примеру, что ты не одна сегодня проводила свой курс, потому что в списке было много спикеров на эту тему, да? Или одна? Слушай, я такой имелась сегодня роскошь передать своим коллегам, рассказывать про тему цифровой доступности. Почему? Да, потому что... То есть ты ничего не делала, да? Ты говоришь, ты коллеги, где работаете? Понял. Ну, это то, почему вообще все люди стримы с должны диригировать? Ну, откровенно говоря, да. Потому что если все будет завязано на мне, как на, не знаю, основоположнике этого направления в ВК, ну, ёлки-палки, я рано или поздно устану. Я захочу уйти в отпуск. И еще куда-нибудь поесть. А как ты пришла именно к работе именно в этой сфере? То есть, возможно, как личные истории есть, если тебе захотелось соединить какие-то свои внутренние посылы и восприятие, как должно быть для конкретной группы людей, или просто так случайно получилось? Исторически, да, затянули меня. Есть что-то прям такое сакральное, что-то? Да, да, да. Нерв, вот этот, слеза. Нет слезы. Ой-ё-ё, а как же я? Я в 73-м. Ну, нет. В 2003-м. Почти, ага. Я чуть-чуть постарше. Ну, не в 73-м, ладно, не настолько. Как 27-м было на жестком языке? Не знаю, 27-м. То есть, не было такого прям... Не было. Слушай, мне всегда, вот всю жизнь, я работала, там, не знаю, менеджером, пиарщиком, еще кем-нибудь, мне всегда было важно заниматься какими-то социальными инициативами. Даже когда я работала в коммерческих компаниях, я все равно уходила в какую-то социальную ответственность. Ну, я не знаю, девиация такая. У кого-то, значит, одно, у кого-то другое. Вот такая у меня особенность настроения, не знаю, мозга, характера и так далее. Я не чувствую своей ценности и того, что я кайфую от жизни, если не занимаюсь какой-то, ну, какую-то социальную пользу не приношу. Ну, хороший какой-то. Ой, да боже мой, ну... Я вообще не приношу социальную пользу, я еще стримлю маком, только ругаюсь, блин. Правда? Ну, вообще. Ну, вот видишь, как ты лексикон развиваешь. Да, я теперь буду маком ругаться на языке жестов. Благодаря информации от Антона, опять же. Они ни в коем случае не от Василины. Конечно. Ну, я считаю, что мы прекрасно поболтали. Но мы можем еще посидеть, если бы не было. Ты можешь лучше. Слова твоей бывшей. Да если бывшей. Мне вообще не только бывшей, это уже всех, блин, в мире людей. Как сказать на жестовом языке? Ты можешь лучше. Понятия не имею. Давай сейчас пойдем узнаем в девчонах. Ты? Нет, ты молодца. Ты красавчик. Нет, нет. Вот так вот. Окей, верно. Вы можете лучше чат. Кстати говоря, возможно, у нас есть вопросы, которые чат задаст. Это не еще же такое, правда? Василина офигенная, если я правильно помню. Отлично. Если я правильно помню. Слова моего бывшего. Так. Сейчас, 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 я пытаюсь. Ну, ты одни компания, наверное. Да? Я могу лучше, ребята. Да, можно. Василина, спасибо большое. Спасибо тебе. Ты такой хороший. Хороший. Да ты мой зайчик. Если что, я просто жена. Я тоже, я тоже замуж. А это что такое? Это что такое? Это, потому что нам не нужны вот эти формальности. Понимаешь? Образилась на внимание. Наш союз с мужем заключен на сердца. Он здесь ходит? Нет, он работает. Не здесь. Что ж. Ну тогда. Спасибо большое. Маффин, булочка, пирожочек. Это ты, это, 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 синонимы для того, чтобы назвать меня? Не, не, я просто учу слова. Я недавно. Это за большими, да? Да, я только 30 начал учить. Спасибо большое еще. Очень было интересно. Классная сфера деятельности, успехов. И давайте покажите всем, кто не может видеть, чтобы они все увидели. А мы покажем. И кто не может слышать, чтобы все услышали. Да. Все. Спасибо. Очень приятно. Спасибо, ребята. Спасибо. Все, да? Спасибо. Спасибо. Можешь остаться с нами, если не говорится. Спасибо. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и просто привет. Ну и просто привет. Ну вот это я могу. Спасибо большое. Лучшее. Блин, как и крутая. Это было интересно. Я все пропустила. Ну, Андрей научился в нескольком новом движении. Да, да. Это, короче... С точки зрения движениями. Они там не упал скидки? Нет, нормально. Нет, все отлично. Да, все. А кто-нибудь в моем чете находится прямо сейчас? Аккуратно. Да, я. Да? Я. Ты злая какая-то. Тебе он не нравится, что ли? Это зависть. Она падала. Короче, смотри. Научу. Вот это называется... Похуй пляшем. Типа, ну такая, жизнеутверждающая. Вот так вот? Нет, вот так вот. А, вот наверх, да, наоборот. Да, да. А, типа тусим все равно. Я не знаю жестовый язык. И пошел. Я. Вот. Ой, Андрюшка, отраешь себе тулман. Все получается. А чего? Он всего лишь не знает жестовый язык. Все в порядке. Сотири у Маши. Стрим не упал, но мы все покупали. А может, как и их там не надо. То, если что, можешь остаться у нас с Машей. В принципе, есть диван. Мне ипотеку все равно платить. Да нет. Ребят, человек... Человек просто милый общается. Я ей сразу сказал, что ничего не получится. Не, ну ты смог. Да, нашел в себе силу. Вот это вот. На языке жестов. Да, на языке жестов. Не получится. Краснел. Дождей ты за вас. Да, мы все. Слушай, мы нашли локацию, нам надо идти дальше. Но и больше, что мы... Удачи вам сходить, конечно. Да, я думаю... Смотрите, в целом, я вам рекомендовал книжный книжный. Все здесь делать, да, сто процентов. Здесь можно. Книги там прям кайф. А там нет никаких обложек, которые не стоит снимать? Ну, надо починить эти. Была одна, как минимум. Маша пишет, да я оруфлю, тих-тих. Это мой дом поговорил. Скалка затачивает. Ну, вам интересно было, вы расскажите. Прикольно, согласитесь, интересный спикер. Ну, помимо, конечно, ее харизмы природной, женской. Мы узнали пока не нужно. Именно тема прикольная. Мне вот тема очень понравилась. Кстати говоря, причем она в последний момент появилась, как человек для диалога. Потому что у меня другой немножко список был. И там... И вот она. Кайфово. Не особо пишет чел, который мы сейчас забаним. Она сама все любит. Ты банишь людей за слово не особо? Так а так не работает? Ты задаешь вопрос и смотришь, что отвечают. Или как интервью работает? Тебе чел написал не особо, и ты его забанил? На самом деле по ситуации. Я его не забанил, но он теперь боится. Он рискует, да. Ну, естественно. Высли, блин, не особо. Какая была тема? Какая была тема? Доступ к этим самым. Я влезаю так? К социальным историям, типа мессенджеры, и прочее, для слабослышащих, слабовидящих и людей, у которых есть проблемы с восприятием. Это очень важно. Это очень важно, потому что таких людей очень много. Вот. И надо... Ты что, мясо ешь? Мясо ешь? Я ем мясо. А здесь не везде мясо. А можно тебе один пирожок дать попробовать? Ну, давай. Даже два. Типа из... Ты же говоришь, что это дерьмо, типа жесткое. Ну, если где-то здесь есть мясо, а где-то нет мяса. А, ты не ешь мясо. И тебя... Ты кто? Нет, вдруг ты не ешь. Мы на всякий случай решили спросить. Это с чем? Это с мясом. А с каким? И с морковкой. С кошкой? Думаешь, кошка? Ты можешь определить мясо по вкусу? Это нано мясо. Это говядина? Нет. Но она уже в таком состоянии, что она почти баранена. Нет. Не угадал. Идейка? И олень. Нет. Кто это? Олень. Это олень? Олень. Нет, у меня такое же лицо улыблено. Рога на вкус. Вы видели вообще оленей? Нет, вот они. Вот они. Сейчас смотрим. Это олени в хлебе. Я не могу олени съесть, он очень милый. А зачем, блин, меня заставили это сделать? Попробуем. Я обожаю оленей. Ну вот. Я тоже, вот, я двух... Почти двух съел. А? А короб ты не любишь? Нет, но я пока просто привык, что мы их едим. Олени мы, блин, не едим. 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 Это жестковато. Оленина, кстати, вот ничего. Не смей. Я уже, я уже. Это ты еще без мяса. Но там даже не знаешь, что там. Да, на компост даем. А тут странные вещи. Скажи мне, пожалуйста, простите, я в тормозе. Мы, Маша, за кружки, а мы чего перчим-то делаем? И делаем немножко. Пью-пью. А? Ну, то есть, не уезжай домой или не хочешь? Ну, если ты хочешь, то оставайся. Это какой-то заговор. Не, ну я бы, так сказать, я бы, как говорится, вот это вот. Вот это, на языке жеста. Понятно, на языке жестов. Ну, разумеется. Мы у вас, мы у вас. Как вас по-бачушке там, Андрей? Олегович. Андрей Олегович. Я слабо слышу, что там. Смотри, это какими-то снахезвенными снах. Хочешь, я тебя проинтервьюирую? Давай. Ну, это нормально. Помогу тебе с контентом, так сказать, братишка. Вот скажи мне, пожалуйста. Ну, обычно не так сидят. Скажи мне, ну, вот если ты серьезкий, я сдала сегодня два раза, вопрос к спикеру. Смотрит ли он мой канал? Это да, но никто не сказал, что не смотрит, даже не знают, кто ты. Но в целом... Я к тебе. Заменили людей, либо же не стоит этого опасаться, и нужно подстраиваться, и просто становиться лучшей версией себя, используя доступные инструменты. Завтра всех нас заменят. Спасибо большое, Андрей, было интересно. Они начнут с художников, потом синтез речи, потом всех нас просто убьют. Но надо, конечно, найти все лучше. Вас плохо слышно, а вы... Плохо слышно? Плохо слышно? Да блин, у нас птичка не работает, мы не можем ничего сделать. А если попробовать сейчас подключить, может? Еще раз думаешь? Магия сработает? Давай попробуй. Я боюсь, что в новомодных айфонах, которые у Андрея, не работает автоподключение. А это какой? Ага, понял. У меня 14, я старый. Да, у меня тоже. Вот мой. Это вообще из жены. У меня XR. Мне в чем все не отказали? Батаринка садится за 4 минуты. Вот она. Не подключается. О, 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 о. Наушники, другое устройство. Вы подключили наушники? Давай попробуем наушники. Давай наушники. Наушники же тоже звучит. Как будто бы... Подключен внешний микрофон. Все. Я же говорил, магия Александра работает. Раз, два, три, четыре, пять. Чатик. Дай бог всем здоровья. Работает. Добро пожаловать на VK. VK. Работает. VK GT. А, да. Теперь мы можем своим прекрасным голосом делать. Но ты, конечно, с более прекрасным голосом. Но теперь... В смысле слишком громко? Слишком громко теперь? Чат. Слишком громко и тихо. Спасибо большое, Саша, что ты пропушил. А что, я уйду из кадра-то? Зачем я вам буду? Зачем? Давай. Да нет. Ну, как хочешь. Сейчас хорошо. Оргазм для ушек. Оргазм для ваших ушек. Я такие, наверное, себе куплю. Они хорошие. Бери вторую версию. Сколько стоит? Есть V2. Потом обсудим этот вопрос. Окей. Мы не думали, тысяч 20, наверное, да? Нет. Тысяч 30? Нет. Тысяч 40? Саппи. У меня нет... У меня нет столько денег. Ну, есть V2, но это еще по... Стримерскую подводку? Да, прямо сейчас. Вы можете помочь стримеру оплатить. Оплатить петлички, чтобы вы слушаете ей голос. Всего лишь 40 тысяч. Я не могу так делать. Воспудите голосом. Александр. Ну, это ей улыбится. Ну, ты хороший. Сколько? А вас это, как говорится, не должно. Вообще должно, на самом деле. 41. А мы пойдем гулять? Это все для вашего... А что я на себя нацепила? Да, попробую. Я попробую погулять, а потом, если что, придем сюда. Мы придем сюда потом и со следующим спикером поговорим. А следующий спикер у нас, между прочим... Так, все. Вот почему ты не приколен? Супер, меня слышно. Прием, прием. 24 на сей. Я очень долго туалет искал, во-первых. Фильтруем, не материмся. Я готовился, интернет искали, мы подключались. Я вот составлял список. Так, все, что мы здесь понадкусали, наверное, мы здесь и оставим. Да. Мы оставляли, потом сюда... Стоп, секунду. Что, что? А у нас уже скоро Софья Кузинок. Смотри, вы как бы-то можете минут 10-15... Да, у нас есть время. Я пока напишу и сюда, ребят, подходят. И мы вернемся. Там мы походим, поищем, поотваливаемся, попадаем. Надеюсь, что нет. Да, да. Давай так и сделаем. Попробуем заработать еще наклеек. Да. Пока что мы выяснили, что ты мейн.ру. Там вроде, короче, есть какая-то штука, куда ты засовываешь руки, и ты должен угадать, что там находится. О, кайф, пойдем. Да, пойдем так. Я думаю, это... Да. Это мне как бы все. У него трансляциях можешь такое говорить. Непотребщину. Вот это не потеряешь? Я никогда в жизни... Ну, 40к будешь должен. Ну, какой 40к, жесть, а что так дорого все стало? Ой-ой-ой. Он повернулся? Он его перевешивает, потому что у меня петличка, мне кажется. Думаешь? Вот эта вот штука. А, нет? Ну. Вот, теперь да. Теперь да. Сейчас мы соберемся и пойдем погуляем с вами. А, я теперь же могу говорить. Блин, слушай, да. Просто у меня одна петличка. А теперь у тебя две петлички. Теперь мы три, по сути, петлички. О, боже мой. Он все равно немножко перевешивает его... Да? Вот этот. Да, да, да. Вот так. Ну, попробуй, конечно. Давай попробую, интересно. Ой, ребята, дискотека. Дискотека века. Да, слушай, перевешивает. Давайте мы с вами лучше сделаем. Вы там, мои хорошие, пока потерпите. Я сейчас вас потрогаю. А, я понял. Я типа понял, да? Да, я догнал сразу. Мысль сработала. Центр тяжести просто бац. И теперь смотри, что получилось. Круто. Ого. Примерно такая задумка была. И вообще вот этот... Ну, блин, да. Ну, тут видишь, какой центр тяжести хитрый. Сейчас я... Чуть подальше. Чуть подальше. Но как бы тут не зажать кнопочку, которую выключаете. Получится ли у нас это вопрос? Телефон. Так. Так, ну... Ну? Ой. Извините. Оп. Идеально. Все? А, тут ширик. Вот почему у меня голова как у чужого была. Типа вытянутая, супер жесткая. Да, я понял, понял. А что? Вот. У меня все это время была голова чужого. Я думаю, странно. У меня опять вырос лоб. Примерно, что он огромный. Ты подержишь? Да, конечно. Я планшетчик уберу. Давай, давай. Собирайся. И попробуем ловить. А мы оставим здесь эту оленину, да? Да. Типа мы здесь заняли. Да, мы тут забили. Потому что, чтобы никто... Все видят надкусанную оленину и понимают, что люди здесь серьезные. Собрались. Мне на самом деле оленину не очень понравилось. Она какая-то сладкая и вообще жалко оленя плюс. Как они смотрят? У них глазки какие, а носики мокрые. Да про оленят. Олени взрослые, суровые. Да? С ними лучше не связывать. Поэтому они вот тут. Да, на нашем столе. Держи. Двигаемся вперед изучать ВК-ЖИТ. Место, где объединяются люди и технологии. Так, мне очень интересно та штука, куда можно руки засовывать и угадывать что. Да, я тут... Так, этоad. Так, нет, нет. Продолжение следует... 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 Первое интервью было с Василиной, которая отвечала за инновации в мессенджерах и прочего-прочего для слабослышащих, слабовидящих и прочее-прочее. Следующие гости будут у нас иллюстраторы, которые отвечают за ВК-мессенджер, а потом на сладенькое еще один человек. То есть ты пока научился языкам жестов, языкам чуть-чуть, может быть научишься немного рисовать? Да, у меня художественное образование, я умею. Ты архитектор, точно, по факту, ничего не интересного, здесь не сработается. Меняем, да? Вы вычеркиваете? Да, 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 все. Для меня здесь ничего интересного нет. Никаких полезных скиллов, да, за общение. Не, я уверен, ты узнаешь много всего интересного. У нас норм по звуку, по петличкам, все супер, все работает, это просто. Спрашивают, где такую взять футболку? Какую? Ну, такую. Такую нужно поработать ВКонтакте немножко, дает лучшим сотрудникам. Это как погоны, как медали, знаешь, как нашивки. На самом деле мне просто дали, потому что я попросил. Мне нравится, она довольно стильная. У нас спикеры, которые сейчас должны к вам подойти, подойдут минут через 5-10, они отвечают на последние вопросы из онлайна. Для вам? То есть, они там отвечают на вопросы, а потом придут сюда нам отвечать на вопросы. Да, спикеры настолько интересные люди, что их буквально как сову на глобус натягивает. Жалко, конечно. Но эти хотя бы двое. Сову или спикеры? А вы какие-то люди посмотрели? Нет, мы боимся двигаться. Я вообще боюсь двигаться. Да, мы только встаем. Ну, да, мы умерли. Еще нормально было. Мы с Мартой ходили, когда у нас такие же проблемы были. И в целом, разглядывали, и прикольно. Но там есть книги со своеобразными листиками. И картинки. Я видел там аниме. Возможно, хентай. Вот такие вот. Не, ну это ты чего? Ну, блин, ну ты чего? Он же своеобразный подход. Да ну... Просто у нас как-то был... У меня эфир когда был, например, мне сказали, ой, что вы вообще творите? Вас сейчас за определенные штуки... Ты хлопал, да? Я такой, да мы же ничего вроде как-то никому не это. Поэтому... Не, я понял, что мне нельзя играть в игры в командные. Потому что я... Назовешь команду? Называю всегда вот эти вот слова и тут же все осуждаю. Сам себя осуждаю. Хорошо, что ты уже не стримишь. Я бы просто предложил вас колбарироваться. Да. И в итоге закончился бы банным. У меня было такое, что я типа я с ребятами играю, и просто никто-то был не готов. И как? Ты рассказал там все слова? Ну да. Ты просто же на эмоциях там. Да, да. Ну да, я выжил. Я почувствовал, что да, как-то все. А как стримеры вообще смотрят... Вот ты говоришь, что фильмы смотришь. Как это... Вот мы просто пытались это смотреть, нам тут же прилетали авторские права. Там, короче, очень есть такая хитрость не трогать Warner Bros. вообще никаким образом и Netflix. Ага. А остальные, ну, как-то более-менее нормально. Особенно сейчас ситуации, когда на русский сегмент стриминга в целом уже немножко болт покатился. Как будто бы уже это можно. Да, это интересная тема. А ролики с YouTube тоже можно смотреть? Да. Ну, опять же, на YouTube другие правила, те же самые там вот эти бандборды, они на YouTube используются. У них просто монетизация не проходит. Ну, а так... То есть я вижу чуваки там сидят, стримят, они смотрят там типа клипы музыкальные. А это же как бы они нарушают авторские права, воспроизводя музыку, по идее. Там просто, да, у тебя дорожка замьютится и все. У тебя на этой записи трансляции будет место такое, где-нибудь звука вообще никакого. То есть автоматически это мутается. Вот так вот. Интересно, интересно. Да, могу еще про стриминг рассказать. Давай немного послушаем. У нас есть 5 минут или 10 до того, как мы начнем задавать вопросы. До того, как нам Александр приведет людей, а я пойду потом затащу пирожок. Ты мой будешь доедать, или возьмешь? Я говорю, что это уже чье-то. Я вижу, что это чье-то. Ты можешь попробовать с корнеплодами, если хочешь. С корнеплодами. Да. Например, пирожок с корнеплодами. Саше не понравилось. Как тебе? Я-то просто не фанат корнеплодов, я фанат оленей. Здесь либо хрен. Хрен, реально? Либо чеснок. О, я думал, что это вкусно и сладко. Нет, это вкусно. Я сейчас с людьми буду разговаривать. Я дыхну на них. Я тебе сразу все расскажу. Я не думаю. Лишь бы побыстрее свалить. С корнеплодами, да, ребят? С корнеплодами. Вот так выглядят корни и плоды. Но там что-то такое. Чесночно-хреновое. Ну да. Не будут есть. Но это не вина ВИКЕЙ. Это знаете, чья вина? Моих вкусовых предпочтений. Сто процентов. Сто процентов. Потому что на ВИКЕЙДЖИ. Ти-Ти-Ти-Ти. Не может быть ошибок. И в интернете тоже, кстати, какая вина вает? Мегафон. Мегафон, да. Не знаю. Без понятия. Не шарю. Не знаю, без понятия. Надо кого-то сделать крайним, иначе люди подумают, что вы как. Рептилоиды? Да. Во всем виноваты рептилоиды и ящеры. Они глушат сеть. Почему викири по зоне? Да я вон отвечаю на вопросик. Что, у тебя активный чат, насколько я понимаю, довольно? Активный, но многие отвалились из-за того, что мы... Да я понимаю, не каждый раз человек будет ждать каких-то встречаться. Какой у нас онлайн? Левее канал. 244, было 500. Да, было, я помню, когда была интервьюшка. Но надеюсь, чем дольше мы здесь сидим и общаемся, сейчас еще придут интересные спикеры, не то что я, и будет интереснее гораздо. Так тоже про музыкальную группу по-своему расскажи. У нас музыкальная группа. Йоу. Я не в ней пока, но может быть там надо по ложке. Да, очень круто, что у нас такая команда на работе в целом, что все занимаются. Вот Санек тоже стримит, насколько я знаю, у Саши, который с нами сейчас сидел. Да. Вот. Ну сколько по нему он стримит World of Warcraft. Вот. Он это уже в группе? Нет, он стрим... Ааа, нет. Про группу. Группа называется Creamy Cry. Creamy Cry. У меня в друзьях Фонтакте есть, оказывается. Чего? Creamy Cry. Creamy Cry, да? Да. Да. Ты уверен? Или у меня Фатиев или Фатиев. Фатиев Серега, да? Он у меня в друзьях фонтакте есть. Мы с ним вместе в нашей группе. Кайсом шел треки. Серьезно? Да, там даже клипская у девчонкой была. О, давно. Ты реально знаешь? Я знаю. Прикольно. Он знает нашу группу. Я знаю. Круто. Да. Забавно. Там даже были, по-моему, не ты, а как раз твой друг, у него то ли трансляции были, где он пел прямо на стриме? Серега, да, пел. Да, да, да. Вот мы вместе стримили, просто я не всегда могу к нему приезжать. А сам мне тоже себе все обустроил, но никак не могу начать стримить, потому что я даже себе, ну, лонгплеев накачал, но что-то типа пока как-то времени нет на это. Сейчас я как-то знаю вашу группу. Да, это круто. Да. Мне понравились стреки, но не то, что я просто не слушаю, но в целом... Ага. Ну, блин... Ребята, Creamy Cry. Приходите, завтра выступаем. А в Саратове когда выступаете? В Саратове как только, так сразу. Пока дальше Москвы, Питера мы не выбирались. Ну, тут много людей проживет, да. Вот, да. Здесь поле непаханное для выступлений. И что, много собираете, ну, какие-то площадки? Слушай, мы выступаем на больших фестивалях в основном, вот, потому что у нас... Не на сольных типа на своих, а именно? На сольных не супер выгодно. Вот, мы организуем вот 7 апреля. Приходите 7 апреля сольник в технике безопасности. Creamy Cry. Йоу-йо-йо. Нет, но у нас, конечно, Йоу не так много. Мы больше про гитарную музыку, про рок, про... Она мне навевает какой-то, знаешь, типа 2000... Типа, знаешь, в таком духе... Да-да-да-да, сто процентов. У нас есть такая штука. Мы стараемся мешать это с попсой одновременно. Как этот стиль называется музыкальный? Слушай, у нас нет определенного названия. Мы больше, мы стараемся делать поп, смешивая его с нашими металлическими предпочтениями. Да не Creamy Pie, Creamy Cry. Creamy Cry, типа как Far Cry. Кэ-кэ-кэ. Кофтографы, это зачем? Да, мы же... Это мои кенты. Да, блин, в друзьях ВКонтакте получается. Все друзья ВКонтакте, вы же знаете. Вот. Так-то мы, ну, вот завтра на фесте выступаем. Тоже... ВК-стадиум, кстати. Йоу, ВК не сделаем здесь. Есть что-то, что не делает ВК, я знаю. Наверное, нет. Наверное, нет. Но... Пирожки с олениной, разве что? Пирожки с олениной офигенные. Ну, вот тебе не понравились, а мне, честно... Но это и не выкоденулось. Ну, да. Это... Они были бы нано-пирожками. Вот. Жесть, ты когда сказал, Creamy Cry, междернул. Я удивился, я знаю. Потому что сейчас очень много музыкантов. Да хрена просто. Огромная конкуренция. Очень сложно. И особенно они становятся явными, как раз, когда вот сейчас пошла вот эта история, не то чтобы с импортозамещением, а просто отличное время, чтобы что-то новое начать. Да, я с тобой согласен. Да-да, есть такая штука. Но все равно, типа, очень сложно. Ты смотришь там четверг, допустим, четверг, где релизный день, и выходит огромное количество релизов, и ты просто с ума сходишь, насколько музыки выходит, типа, каждый четверг в мире. И тебе нужно среди них как-то заметиться. Это, типа, на определенный день, когда все это происходит? Да-да-да, четверга. Четверга на пятницу в нули в себя выкладывают треки. Кроме Каневесты. А почему? Как-то так получилось. Ну, вот знаешь, как, типа, четверг, премьерный день для кино, сюда в кинотеатрах запускают. Наверняка этому есть логичное объяснение. Интересно. То есть никто не договаривается? Просто мы все приняли факты и начинают так делать? Нет, просто площадки в другое время не выкладывают. А, это площадки? Да, это, типа, ну, ВК-музыка, например. Вот. Да? Тоже в нули выкладывают все сюда. Вот чем хорошо ВК-музыка? Вот есть песенки ВК-музыки. Во-первых, ты сам можешь загружать в песенки какие-нибудь? Да, в ВК-музыке есть определенные плюсы. И те песни, которые... И там есть музыка, которые нигде нет. Нигде. Вообще, только ВКонтакте. Как бы, и можно послушать треки, которые ты там писал с чуваками в 14 лет только ВКонтакте. У меня есть такой. У меня тоже. Вот. Я могу это послушать. Это очень здорово. Это такой кринж. Я надеюсь, никогда в жизни никто не услышал. Там реально рэп. Рэп. Он минутку идет, но это рэп. Ну, блин. Рэп, рэп, рэп. Ну, да. Да. И, кстати говоря, вот недавно я слушал ВК. Я-то вообще сначала был на Спортике, потом на Яндекс.Музыке. И мне зарандомился ВК-один трек, который я даже в гугле не нашел. Это какая-то французская группа, которую я не смог никак прогуглить, ничего не смог про нее узнать, найти ни треков. А ВК есть. А этот трек я добавил, когда только зарегистрировался, плюс-минус там в две тысячи. Да, там много таких треков, которые больше нигде нет. Да, да. Причем группы не русские. Да, да. Удивительно, ну, типа, блин, забыл название, сейчас бы сказал, но у меня есть прям пак, альбом группы, которого больше нигде нет, есть только ВК. И это название оно не гуглится. Вот как ты прямо, какая твоя история. Да, это то же самое. Может быть, по другим названиям выложили, что такое, короче, просто только ВК можно найти. Так это, ты не поешь? Я назвал вокалист, я тоже пою. И Серега поет, и я пою. Ну, я больше... Парены лето, три полоски на кедах, под теплым дождем. Такой шансон версия получилась. Ты снова лучше всех, от дачи маму билеты, мы их переживем. Да, но я только учусь петь. Я пою где-то около двух лет, но это, блин, я раньше вообще не думал, что я умею. Типа, а Серега, он поет лет шестнадцать. Жизнь. Всю жизнь. Вот. Я всегда больше отвечал за рэпчик, за тексты и за экстрим вокал. А, ты пишешь тексты? Ну, основу, да, мы с Серегой, конечно, все это... Ну, как и все наша общая коллаборация, то есть один приносит, а мы вместе равняем, как бы. Вот. Так и работает. Есть ощущение, что с тобой самое интересное интервью сегодня получится? Не знаю. Вот так вот. Человек ВК работает и, ко всем прочему, музыкант. Вот и думаете. Ну, типа, это же никак не мешает. Конечно, наоборот. Это приветствуется. Если вы творческий человек... Коллеги приходили на мои концерты. У вас есть какое-то видение какое-то. Вы не в каких-то рамках. Кто ВК найдет для вас ребенка? Ну, да. Да, да, 100%. Если вы на что-то способны... Да. А все на что-то способны. Это 100%. Вряд ли есть ВК человек, который ни на что не способен, да? Нет. Так их не знаю. Разве кто за интернет отвечает? Ну, этот здесь. Этот здесь, да? Да. В центре Москвы кто-то плохо отвечает за интернет. Слушай, ну, короче, типа, я сейчас заходил в туалет. Это вам тоже история смешная. Про Гесса 2, где все находится. Я заходил в туалет, мою руки, говорю, а где сушилка? И мне чел говорит, ну, с акцентом, в следующий раз будет, братишка, в следующий раз будет. Что? Я говорю, что? Все, в следующий раз, в следующем мероприятии, в следующем мероприятии будет все, братишка. Он взял на себя ответственность чувака. Да, мне так понравилось, что он реально... А он просто мимо проходил, просто в рабочей форме. Ага. И он как будто бы... Тут тоже находил чел в рабочей форме, свистел что-то, на него Саша шагрился. Говорит, интервью! Ну, он ходит свистью. Мне спрашивают, розовый... Боже, что тату с зонтиком это The Neighborhood? Нет, тату с зонтиком это Bring the Horizon. Ааа! Бринги! 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 Can you feel my heart? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Мой самый нелюбимый их трек. Моя самый нелюбимый их трек. Да? Вообще нелюбимый. Ну, типа это единственный трек, который знаю. Вот именно поэтому. Как бы для меня, как чувака, который с 26-го года слушает, как бы... Это как у группы порнофильмов, все знают про их дайте мне белые крылья. Ребята, сейчас мы немножечко еще, к нам подходит ребята с интервью, я не знаю как потом пройтись прогуляться, мне очень хочется еще всякие активности. Да блин, я сам очень хотел засунуть руки в эту штуку. Мне сказали там питон. Да? А Саня сказал. Он не стал бы брать. Ну да, Саня не похож на человека, который врет о змеях. Типа вот кто-кто может про кошек, но не про змей. Кстати, надо ему написать и спросить, как там наши спикеры. Стань, гуляй, мы потерпим отвалы, нельзя ребята, потому что сейчас будет спикер. Вот после спикера мы можем попробовать. Да, после спикера даже у тебя группа Кримикро есть. Да. Это тут много рабочих сеток, ты имеешь ввиду на какую. Вот. А я думал, у вас свой паблик есть. Нет, паблик есть ВКонтакте, там почти пятерка сейчас. Пять тысяч. Вы только представляете количество людей. Вот. Это клево. Надо постримить с вашего концерта. А если у вас будет концерт, я могу рассчитывать, что я могу с тобой связаться, у меня бесплатный билет дашь. Седьмого апреля вообще без проблем. Не знаю, мы бы были в Москве, кстати. Ну вот, да. Но если буду, я бы соеду. Завтра у нас просто все проходки уже разданы. Вот так вот. Надо было бы познакомиться на неделю хотя бы пораньше. Да-да-да. Но я не знал, если бы я знал, я бы, конечно. Ну вот. Он козырек сам продырявил? Нет, я думаю, что это крутая стилизация. Да, я думаю, что это есть такой чувак Глеб Костин, и у него почему-то кепки с дырками. Это уже вторая кепка с дырками, и я в восторге просто. Не знаю, это же... Глеб вообще Костин. Не супер функционально, по идее. Зато можно смотреть наверх, на небеса. Да. Так, Александр, 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 где же ты? Вот эта вот песня не ваша, которую сейчас мне придется пить? Не, это группа «Мы». Хороший трек. Хороший трек. Если бы он был ваш, мы пришли. Да, это было бы просто замечательно. Отличный трек. Очень хорошо. Чадо есть. Все бы запищали. Ну ладно. Я пытался присвоить им эту трек. Не, у нас есть хорошие хитовые темы, которые хорошо держатся, но чтобы их услышало гораздо больше людей, нужно больше денег. Объективно. И опять же, очень сложно конкурировать с теми, кто вкладывает довольно... Ну, то есть мы нормально вкладываем, стараемся, мы ради этого работаем и так далее. Но сложно соревноваться с большими лейблами, с большими проектами, которые вкладывают, ну прям реально... А у вас какой-то есть лейбл, которым вы принадлежите? У нас есть свой лейбл, да. А свой? Нет, нет, ну в смысле наш, который нас подписал. Это независимый лейбл «Лутвокс». Вот, мы с ними работаем уже два года. Вот, очень довольны. Санечек, я знаю, что ты не смотришь, но респект. Персики поднимай. Все, персики поднимаю, сваливаю. За олениной. Привет, друзья. Так, Андрей. Кому-то из вас нужен будет микрофончик. Кому-то, да. Меня Андрей зовут, привет. Привет, я Соня. Ну, а руку не дашь мне? Спасибо большое, Сань. Короче, вот что я могу сказать. Во-первых, очень рад, что вы пришли, потому что я искал людей, ориентированных на творчество. Напоминаю, что у нас люди не просто с улицы, а между прочим, люди, которые занимаются, я так понимаю, иллюстрированием ВК-мессенджера. Ну да, как бы занимаемся. Ну да. Вы так смотритесь, вы еще и вместе живете? Нет, мы вместе работаем. Да, вместе работаем. На работе мы живем. Все нормально, чат. 24 на 7 мы работаем. Поэтому, если кто-то кому-то понравится, пишите обязательно. Ну и так вот, более того, ты вообще работал еще в Ваське? О да, я старый. Слушай, ну скажи, пожалуйста, это ты делал вот эти картинки статусов прикольные? Типа пьяный или немножечко такой? Сделал не я, но мы их, кстати, перерисовали и в ВК-мессенджер занесли чувака, который бьется в стенку. Спасибо за детство, легенда. Да. Вот, ребята, хотел с вами поговорить. Во-первых, вы работаете какими-то над общими проектами или каждый свой проект ведет? Мы работаем над одним проектом, ВК-мессенджером, просто у нас есть разделение труда, и каждый занимается своими. Я сейчас, извините, проверю, хорошо ли вас слышно. Да, да. Легенды пишут, легенды, люди уже фанаты. Вот она, легенды. Попробуй насчет стриминга подумать обязательно. Ребята, все хорошо слышно по звуку? Просто у меня ушли мои. Я буду врать. Кексы не доедут. Во, плохо. Вот так вот где-нибудь, да. Короче, у нас разделение труда, да. Я руководитель, я кристаллизую процессы, делаю, чтобы было все четко, а Соня делает все красиво. Ага. Некрасиво не делаю. Некрасиво не делаю. Ты больше человек задачи, а она больше человек исполнения. Ну и накидываю всякий дурдом, типа Соня нарисует то, нарисует все, и объясняет, например, вот здесь такое, здесь такое. Вот. И мне всегда кажется, что она думает, что, ну типа, идиот. Это классическое, ты за ночь. Да, да, да. Какую-то фигню. И кажется, что ты чувствуешь все идиотом, и мы сработались. Соня, по какой вещи тебе можно прямо узнать, что… Да, да, я видел вот это. Это Соня сделала? Офигеть, она тоже легенда. Офигеть, у тебя есть что-то, может, ты, ну какой-то, не то что гордишься, но какая-то знаковая вещь, которую ты там отрисовала, и она прямо считается уже неразделимой. Ну вот, мне кажется, что один из последних проектов, как раз тот, о чем мы сегодня рассказывали на нашем выступлении, это реакции в мессенджере. Мне кажется, что это масштабный проект, который еще будет раскатываться на нашей платформе. Я им горжусь, потому что, как я выдержала и не уехала в психушку, я не знаю. Расскажу почему. Это из-за него, да? Типа из-за того, что он черствовал? Ну, просто большой объем очень работы, 64 реакции, я их рисовала целый год, плюс рисовала сцены к ним, и вот представляешь, ты с утра до вечера смотришь на желтые кружки целый год. Как ты это выдержал? Я не знаю. Ну, наверное. Ну, я, на самом деле, кафе Вала, мне очень нравится этот проект и как он получился, и скоро он выйдет вообще в свет полностью, и думаю, все будут пользоваться ими ежедневно и радостно. Соня не только кружочки рисует, ой, не только лягции рисуют, она рисует кружочки, ну, типа, которые есть у конкурентов, да, мы записываем их, и она рисовала разные формы, там, сумасшедшие шейпы, да, и Соня у нас заколабилась с токсисом и сделали кружочек в виде икса. Мы с Андреем, главные фанаты токсис. Прям. Слушай, а у вас есть какие-то, знаешь, типа, ну, наверное, инновации, вот какие-то вещи, которые, типа, о, такого вообще ни у кого нету, вы можете что-то такое вот достать из своей биографии? Вот, как раз, наверное, тоже продолжение прошлой истории, видеошейпы, их у нас большое множество, разные формы, под любое настроение. Как это работает? Вдруг кто-то не значит, выведешь их, например? Видео-кружочки, как есть вот в других мессенджерах, у нас, помимо кружка, есть еще разные формы. Они, плюс, выкатываются ко всяким праздникам, тематические, плюс вот мы стали коллаборироваться с артистами с разными, вот, и делать разные шейпы для видеосообщений. То есть вы можете записать свой не только кружок, но и квадратик, и сердечко. И какашку. И какашку можете записать тоже. Блин, ты это сделала? Да. Я сделала какашку. Туда ее. Легенда. Ну, слушай. Она как будто твоя легендарность немножко уже начинает повлиять. Это как Нью-Йорк. Съела кружочки в стиле какашки, но такого точно нигде не было, я так могу сказать. Слушай, а как вот идет вообще процесс от какой-то идеи через все техническое задание, как это к тебе попадает? То есть это у вас, как появляется задача какая-то вот такая? Нам срочно нужно кружочек в виде какашки. Да, вот так она и появляется именно нам срочно нужно. Это ты отвечаешь, да, за все сумасшедшие вещи? Да, но ко мне приходят большие идеи и говорят, чувак, тут надо что-то нарисовать. Ну, есть иван какой-то определенный, да, который нужно сделать. Там 8 марта или 14 апреля, какие-то праздники и так далее. Давайте что-то колотить, бомбить, делать. И я уже что-то пытаюсь сформулировать для Сони. Прихожу, и она такая опять рисует, там, закатывает глаза, сидит, рисует. Ну, получается, на выходе все равно классно. Нет, я не закатываю глаза и радуюсь. Да, закатываешь. Ну, это в целом, ну, типа, супердолгий процесс, да? Несмотря на то, что реакция долгая, реакция в год вышла, 64 штук. Остальные, ну, может, по недельке занимает по две. Ну, да, да. Нарисовать. Сколько, если тебе, допустим, в среднем приходится, знаешь, типа, перелопачивать, грубо говоря, почти одно и то же, пока не найдется вот тот самый идеальный вариант? Много. Я, на самом деле, стараюсь всегда очень много вариантов сделать, показать их продуктам и дизайнерам, с которыми мы работаем, чтобы был выбор, потому что, ну, типа, когда нет выбора, не очень. А так у тебя всегда есть выбор или есть разные направления, от которых можем оттолкнуться и прийти к чему-то единому. Я еще в рубар директора, Соня в макете захожу и говорит, вот, здесь надо градиентик подправить, блик добавить и так далее. Ну, типа, важно. Ну, ты привыкла, да, к такому? Да, мне вообще отлично, потому что командная работа делает результат лучше. На самом деле, одному ты как будто бы закрываешься и изолирована очень сильно. Ты кофе много пьешь, да, наверное? Кофе много пьешь. Кофе вообще не пью. Вообще не пьешь кофе? Вообще не пью. Вот так вот можно и без дополнительного допинга. Может быть, в этом и есть секрет, не пейте кофе. Я пытался. Слушай, а вот по поводу... Вакамастин уже поняли, но ты только на него ориентируешься, да, я так понимаю? Или у тебя есть какие-то еще истории? Те же самые стикерпаки, например? Нет. Это вообще другой, да? Это другая команда. А, это другая команда, но вы с ней пересекаетесь? Да. Мы пересекаемся с ними, да, получаем от них обратную связь. Но, в основном, чем занимается Соня? Это подготовка к иллюстрации для анбордингов, для насыщения интерфейсов. Из-за того, чтобы пользователю было понятнее, красивее и импатичнее, какие-то штуки проживать. Что ты делаешь? Я делаю и не только иллюстрации, на самом деле сейчас очень много всего. И все, что касается коммуникации, дизайна, внутри мессенджера я тоже за все это делаю. Слушай, а бывает такое, допустим, была какая-то задача определенная, вы ее сделали, вы справились. То есть тот, кто отвечал за ее идею создания, все всем довольны. Но как будто бы эта история, допустим, не зашла и приходилось откатывать. Просто из-за всего объема обычный пользователь, как я, может и не заметить. Может были какие-то вещички, которые вы закидывали, а потом такие, нет, наверное. Мы легенды, у нас такого не бывает. Ребята, ну да, из Аськи тоже не удаляли, насколько я помню, только улучшали всякие штуки. Так, а по поводу того, как ты вообще попал. У тебя, значит, художественное образование. Да. А у тебя? Я самовучка, на самом деле. 16 лет, с самых низов. Халл некоторое дерьмо. Да, 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 сам вырос. Я не получал профильное образование, посещал лишь дополнительные курсы, на которых... Ну, я просто агрегировал знания, все, что у меня было, просто собрал по полкам и все. И потом уже больше залетел менеджмент, потому что мне нравится работать с людьми, мне нравится устраивать команды, мне нравится устраивать процессы, а еще это творческий процесс, это вообще пушка. А ты закончила прям какую-то крутую штуку, наверное? Я закончила отличный институт, сейчас будет реклама. Ну давай, можем себе позволить. Институт бизнеса и дизайна, на самом деле, супер рекомендую всем от чистого сердца, потому что там собраны лучшие преподаватели в Москве по дизайну. Они преподают еще и в других вузах, и в общем там прям такой хороший набор. А, там как раз ориентировано на обучение художников именно в сфере вот этого, то есть не классической художественной истории. Да, но у меня не закончено художественное классическое образование, я вообще училась до этого на художника-живописца. А потом вошла на иллюстрацию в дизайне, и уже там обучалась иллюстрация, и идентики, и всему такому. В общем, институт бизнеса и дизайна рекомендую, супер институт. Понятно. А привлекаете как-то, вот по поводу, может знаете, тех же самых стикеров, каких-то сторонних художников или еще чего-то? Потому что, допустим, судя по стикерам, там как будто бы есть у людей возможность поучаствовать в общем деле, потому что все, там такой, судя по неймингу, там очень много людей, и это, наверное, откуда-то со стороны. Вы, может быть, знаете, как это устроено? Там такая механика, что классно, что это подметило, потому что рисуют разные, на самом деле, люди, которые работают на the source, и круто подключают разных художников для того, чтобы какой-то новый стилек поймать. Вот, мы не можем там отвечать за эту команду, но примерно можем обрисовать, как это выглядит. Уже обрисовали. Ага. То есть, есть шанс, допустим, у меня есть в аудитории художники, которые занимаются дизайном, также рисуют всякие смайлики, аватары и прочее-прочее, рисуют только для твича. То есть, в принципе, для всех дорога открыта в плане сотрудничества с ВК на таком... Приходите, мы вас ждем. Да, конечно, мы ждем всех. Ребята, и, кстати говоря, я не знаю, я не то чтобы хочу проверить художественные способности, но если... Смайлик будем рисовать. А что, заставляли уже? Нет, ни разу не рисовала. У меня есть аватарка канала моего, это котик, я сейчас вам покажу. Какой-нибудь легкий из скетч-тилизации можно, допустим, чтобы он же получился в очках, я его обязательно сохраню, потом скину. А ты думал, не будешь себя не работать? И вообще у меня у самого плюс-минус художественное образование, я архитектор, правда. Но рисовать так или иначе тоже, типа, умею. А я, кстати, тоже, я дизайнер, я покаюсь, я не умею рисовать, потому что... Не обязательно умеют рисовать, важно нанимать и хантить классных ребят. А что они тебе сделают, они в другом городе вообще там находятся? А ты про клиент вообще знаешь, оказывается, да? Да, конечно. Меня сейчас, короче, бесплатно задизайнят, походу, аватарку. Имейте в виду. А, кстати говоря, ну ты занимаешься только этим, допустим, как-нибудь фрилансом, ты уже, наверное, не успеваешь, да, судя по объему? Нету ни сил, ни времени. Ни сил, ни времени. Вот. Ну, на самом деле, хотелось бы, но мне кажется, что лучше... Так мое, а то, наверное, она уже ушла в себя. Да, да, да. Мне кажется, что лучше заниматься чем-то одним и делать это хорошо, и полностью все свои силы я вкладываю в мессенджер. А если у Сони появляется свободное время, мы ее всегда знаем, чем занять, другим задачам. Слушай, а вот эти творческие копания у тебя присутствуют? Допустим, я знаю, что, знаешь, у художников, которые занимаются классическими историями, пишут картины или там еще что-то делают, у них всегда вот этот появляется момент в любом случае, когда они, ой, я не знаю, мне ничего не идет, ничего не хочу, им надо какой-то промежуток времени, чтобы опять настроиться на эту всю волну и продолжить, собственно говоря, вот это все. Есть ли в твоей профессии такое? Или у тебя, в принципе, уже все схвачивано? У меня нет времени на такое, мне нужно сразу выдавать результаты. Понял. Нет, ты знаешь, это, кстати, проблема арт-директоров и идеалистов. Пропытаться каких-то тысяч крутых результатов, и каждым новым разом они должны выдавать что-то другое, да, и у тебя, к себе, перед собой ожидания всегда завышенные. И когда ты не достигаешь этих ожиданий, ты типа разочаровываешься, и поэтому какой-то период в игрании появляется у ребят. Там, наверное, из-за плотных графиков, из-за дедлайнов это все. Кстати говоря, по поводу вот дедлайнов. Задача, я так понимаю, что долгая и весьма нетривиальная, поэтому она поисков требует. То есть нельзя заставить человека искать быстро, иначе результат не получится. В этом плане у вас гибкие, как долго идея проделывает свой путь до реализации своего появления? И насколько у вас свободны руки в этом? Ну вот, встречу, реакция, которую мы делали, заняла у нас полгода. При этом это были прогнозируемые сроки, потому что мы там проводили исследования, все закладывали, все считали. С какими-то минорными историями. Опять же, мы называем сроки, Соня, но, по-моему, там у нас спринт. Спринты две недели, мы всегда успеваем выкладывать все такие штуки. Иногда вбрасывают какие-то ситуативные истории. Типа, о, какой-то ивент прошел, давайте быстро обои новые нарисуем. День космонавтики, пошли рисовать обои для дня космонавтики. Ну, мы закладываем всегда время, какие-то такие вбросы, залеты, поэтому мы не горим. Ну да, а у вас очень маленькая, получается, команда? Вот вы есть и есть кто-то еще? У нас десяток уже даже больше продуктовых дизайнеров различных рядов. Есть Соня и есть еще иллюстратор на аутсорсе, и есть еще мошен-дизайнер, который помогает делать крутые шоу-риллы, ролики, которые мы сегодня показывали, и какие-то презентации, ну, видеопрезентации для нашей команды, то, чтобы мотивировать их. Вот, команда достаточно большая, и мы ее постоянно наращиваем. Ну, не только количественно, но еще и качественно. У нас все растут. А получится ли выделить какой-то такой проект, который был… Ну, я понимаю, что можно сказать, что да, у меня все в кайф, у меня прикольная работа, как бы, но что-то такое, от чего ты, ну, прямо вот получаешь вот эйфорию, да, я это сделал и прямо вау. Знаешь, от чего я вообще получаю? Я не знаю, как Соня, я же типа про людей. Я кайфую от собеседования. Ну, я такого, у меня есть шкурный интерес. Я всегда спрашиваю, вот, кем… Как ты видишь продукт через, там, года три, например? Мне всегда нравится, там, мэчить свои идеи, которые я внутри себя вошел, и то, что приносят особенно молодые ребята. Если я нахожу отвиг в их словах, они подтверждают. Я такой, ого, все, кайф, деньги покрошат, не зря. Берем. Может быть, какой-то есть на данный момент проект? Ну, хотя, скорее всего, такого не афишируется, наверное, да? Ну, давай узнаем, проект с чего. Ну, например, какая-то у вас есть задача, которую вы сейчас делаете, вот, но которая пока еще не в релизе, но какая-то интересная работа, возможно, ведется и нам в будущем стоит ожидать какого-то врыва, либо новой технологии в том же мессенджере, может, еще что-то. И насколько вообще об этом можно рассказывать, собственно говоря? Потому что, наверное, это все строго должно быть, по идее. Все строго. Да. Наверное… Ну, и понятно. Смотри, давай так. Мы присматриваемся в сторону нейросетей, которые помогут сделать коммуникации немножко быстрее и интереснее. Вот. Это первый поинт. Что еще? Да, у нас ожидается интересный релиз в Экакоме, в мессенджере. Соня, что у тебя? Что-то там подготовлено? Подпышщиков. Да, все так красиво. Да. Я занята делом. Я работаю, извините. Не, работа – это то, что оплачивается. Я просто так это возьму. Скажи, я кайфую, извините. Я кайфую. Может, мне предложить, она все равно не пьет. Да. Я выпью. Я думаю, что экспресс-дизайн должен быть экспресс-дизайном. Я не буду его доводить сильнее. Ребята. Получился такой смурфик. Пусть не синий, но смурфик. Вы видите это вообще? Ставьте классы. Вот это 120 баксов. А сколько вообще? Миллион. Миллион баксов? Или в тенге хотя бы давай. Да, в тенге. Слушай, ты вот, кстати говоря, закинул про нейросетки. В плане сейчас нейросеть, она же развивается вообще во всех сферах. Я вообще работаю диктором, и я боюсь, что ситы встречи у меня отнимут основную работу. И я стану стримером на полную ставку, это вообще не дай бог, как говорится. Используете ли вы как-то, может быть, обучаете сейчас, чтобы упростить тебе работу? Или пока это все ручная история? Пока это ручная, и не могу сказать, что это прям, типа, я от этого страдаю, мне в кайф. Вот. Но что касается, многие задаются вопросы, наверняка, может быть, там в чате сейчас будут писать про то, что а нейросеть может скоро вас заменить. Сейчас мы проверим. Я не очень верю в эту всю историю. Я вижу нейросеть как хороший инструмент, вспомогательный, но не как замена у меня. Ну, типа, когда ты стал что-то новое придумывать, да, можно. Да, как какой-то инструмент, нагенерить какие-то идеи, отталкиваться от которых ты будешь потом, можно. Класс, поддерживаю, супер. Но мне сейчас на данном этапе проще как-то и самой развивать свое мышление и придумывать что-то прямо в процессе самостоятельно. Ну, мы используем нейронки, мы проводили как раз большое исследование с помощью нейронных сетей, которое помогало как раз получить эмоциональный отклик от наших реакций, которые мы делали, и достаточно честный отклик от пользователей, потому что эмоции важнее слов. Да. Кстати, говоря по поводу эмоций важнее слов, в принципе, искусство и любые арт-объекты, в том числе даже пусть это самый простой смайлик, они в любом случае вызывают какие-то определенные эмоции, и либо они их копируют, считывают или показывают эти эмоции. Может, у тебя есть какие-то мысли по поводу того, чтобы в арт-индустрии заниматься не только этим, может, какие-то мечты есть, может, что-то хочешь создать еще? Или ты пока, у тебя нет времени... Создать еще больше смайликов. Мир смайликов. Ты сфокусирована только на электронной вот этой истории? Нет, на самом деле я и для себя что-то рисую не обязательно в электронном каком-то виде, все-таки образование художника-живописца дает о себе знать. Но я не принесла свои холсты сюда. А, у тебя холсты? Не ставь меня неловко, положи. Ну там холсты, но небольшие, красивые, масло на танце. Ну, короче, как-то, чтобы отвлечься, иногда хочется что-то руками поделать, потому что, когда ты в цифре все это рисуешь, немножко устаешь. То есть есть какая-то отдушина в этом? Ну да, да, да. А еще Соня Мерчуху классно на Новый год нарисовала. Да ты тоже не покажешь, да? Ой, вот Андрей переоделся, он в ней пришел, хотел очень пойти в ней выступать, но я говорю, нет, снимай. Да, слушай, не снимешь. Ну, типа, я очень скептично отношусь к корпоративной Мерчухе, но Соня сделала пушечку, вот, хочется носить каждый день. Ладно, обрисуй, у меня живое воображение, я все смогу представить. Ну, такой, стрит-вейр. Стрит-вейр, да. Получился очень хороший, черный худак. Черный худи с рванными штуками, наверное, да? Нет. С галлюциногенами таким сзади рисунком. Сзади большой рисунок, там типа мессенджер написано, и внутри всякие абстрактные штуки, и как граффити такое надпись создают. Ну, сначала была у нас ненормативная лексика, что я с ним делаю, типа, потом сделали культурную для команды разработки. Ну, да, дяди в команде нам сказали, большие дяди пришли и сказали, мы такое носить не будем, и мы все упорядочили. А как долго вообще работаете именно в этой сфере и на конкретной позиции на своей? Ну, что вы до спикеров уже доросли, во-первых, и отвечаете за такие легендарные вещи, как кружочек в стиле какашки. Как ты попала на сцену? Да. Я в седьмой год уже работаю в ВКонтакте, я тогда еще пришел в Мэйл и работал в Аську, там от Мидлай и дальше, и потом стал там лидом и понял, что я хочу работать не B2B, а в B2C, и двинулся в ВК-мессенджер, потому что большая аудитория, ты сразу получаешь обратную связь от того, что ты делаешь. Ну, это самое кайфовое, это круче денег. А Соне что? А Соне его притащили, кстати, вот как раз на задачу реакции, дали ей дебильное абсолютно тестовое задание. Та маленькая такая, ты вообще школу закончила? Ты такая красивая. Детское кресло в тачке, детское кресло. Даже все смеются, обзывают меня ребенком. Не называйте меня ребенком, пожалуйста. Короче, у Сони был день рождения у бабушки, и мне скинули тестовое задание. Юбилей, между прочим. Да, она на юбилее у бабушки сидела, рисовала реакцию. То есть, я говорю, изобрази злость, не изображая злость и мимики. И вот она искала всякие огонечки, молнии, там всякое сумасшествие. Она, наверное, подумала, что с нами, мы не в себе вообще, наша команда, но... Ну, много чего подумала, при этом ела салаты у бабушки на юбилее и рисовала тестовое. У меня просто меньше суток было на тестовое. Вот, опять же, экспресс-дизайн. Вот. И как-то так завертелось, закрутилось, и вот я выпала в мессенджер. А как ты до спикеров скатилась? С божьей помощью, как я говорю, не знаю. Вот так попала. Ну ладно, тогда финальный к вам вопрос, я вас отпущу. Раз ты связан с Аськой, какие у вас были в Аське ники? У меня ник был Nedget. А у тебя какой? Ты сидела в Аське или ты еще не родилась? А я еще школу не закончила. Я не сидела в Аське. Ты пропустила Аську? Я не знаю. У меня не было аккаунта там. Чел, это целая эпоха. Надо было рождаться раньше, блин. Блин, ошиблась. Пойду перерождаться. У меня столько было? Типа MC Dragon 666 и вот эти всякие такие. Я уин свой помню. А чисел? 642, 118, 742. Продаем. Да. У меня еще, блин, богатый друг был. У него был шестизначный, потом пятизначный. Я думаю, он баснословные какие-то цифры отдал. Ребят, с вами поболтать было одно удовольствие. Такие яркие, молодые и движовые. Это просто кайф. Я вам желаю развития. Молодые, это хорошо. Да. Пошел. Желаю вам развития и ждем от вас новых идей. Я в мессенджер буду постоянно смотреть и ждать от тебя каких-то инноваций. Спасибо. И от тебя, потому что это твои идеи. Пасхалок будем ждать. Все. Пока. Все. Это пирожок не ешьте, это солениный. Не ешьте его. Хорошо, не будем. Это не ешьте. Пока-пока. Пока, ребят. Какие хорошие. На. Накпиры шутил на тему того, что возможно это какой-то провинившийся у тебя человечек, сотрудник, коллега и так далее. Антон? Нет. В пирожках. А. В пирожках. Так, я пойду еще одного спикера найду, пока Антошка... А мы сразу еще одного спикера? Сколько времени примерно? Да. У меня, знаешь, какая идея? Просто пообщаться можно как будто сразу. Ну и чтобы они все знали в курсе. А потом уже по ситуативке можно стендап посмотреть. Если вдруг там будут падения, ну и хотя бы... адекватное интервью сразу... Короче, давай так. Мы еще одного, ну, человечка поговорим с ним, а потом попробуем походить. Да, да, да. Организатор? Ё-моё. Сейчас у нее и спросим. Спасибо большое. Там девушка очень красивая и, пожалуйста, к чатик, особенно к вам просьба, отнеситесь к ней с вниманием и любовью. А я, то есть, говном намазан. Ко мне надо с негативом и с хейтом, да, относиться? Я братишка из Керемик Рай, держи. Держи. Кстати, забавно, мне Серега сейчас набрал, и он тебя помнит прикольно. Вы работали вместе или что? Да нет, он просто... Он сказал, что я именно озвучивание актер был. Ну, я озвучкой занимаюсь, да. Ага, да, да. Может, я ему что-то записываю? Может быть, он же звук этот, он же как раз всем этим занимается. Ааа, может быть, мы с ним работали. Вот, да. Есть такая инсайдерская информация? Да. Я понял. Раз-два. А я видел, вы котов рисовали. Да. Еще раз покажу. Не, ребята, я читаю, спасибо вам за комментарии. Надеюсь, вам было интересно. Ребята суперсветлые, суперкрутые. А мне нарисовали новую аватарку. Ну, точнее, это старая аватарка, переиначенная. Очень симпатичная. Это-то где? На рисунке. Сейчас тебе покажу. А, вот оригинал. О, очень мило. Мне кажется, мега похоже вышло. Нет, не понравилось. Да пошел ты. Ты круто ведешь. Спасибо, я надеюсь. Мне надо еще... А что с Алиной петличкой? Короче, так вышло, что на протяжении всего мероприятия я не один. Мы вот с Антошей из группы Creamy Cry. Creamy Cry. И по совместительству VK мы ходим вдвоем. И мы не можем в одну петличку работать вдвоем, поэтому я ржал у Марты. Алине огромное спасибо за петличку, конечно же. Я попшикал ее своими духами. Я надеюсь, ей будет приятно потом получить назад ее. Вот так вот. Нет, две петлички лучше, чем одна, мне кажется. Да. А моя где? Вон она лежит в рюкзаке. Какой VK? VK похоже будет сегодня. Она в рюкзаке у меня лежит. ВК. 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 Продолжи на АЛКЕ. Вот так, ребята, мы сидим. Я хочу вам очень сильно показать, как я руки засовываю в кейс какой-то и что-то ищу. Я думаю, мы обязательно попробуем это, как только сейчас со спикером, чтобы не было у нас падений никаких. А потом мы пойдем на максимальный риск и пойдем на два шага туда и посмотрим, что там будет. Понял, понял. Она нужна была. Я хотел себе ее взять, чтобы ходить по мероприятию, чтобы не было шума вокруг. А так вышло, что я не знал, я только сегодня узнал, что мы будем ходить вдвоем с Антоном. Вот так. И, к сожалению, пришлось... Я неожиданный элемент этого плана. Тебе вода нужна? Да, очень хочу пить сильно. Держи. И так вышло, что да. Я рассчитывал типа соло двигаться. Но в этой жизни в одиночку ничего не получается. Да, да. Антон возник в последний момент и я не сказал... И я там видел фигурку собаки, которая такая типа... Да, это Антон. Вот, это Антон. Это он, да. Все, я понял. Так, F5, ребята, F5. F5. Привет, ребята мои хорошие. Так, F5 это что, это быстрое захоронение? Нет, F5 теперь загрузка станется. А, ну да. Логично. Ну и вот. С интернетом, ребята, у нас 8000 Wi-Fi. Мы ко всем периодически подключаемся. У нас есть переносной роутер. Мы пытаемся. Сейчас будем тестировать еще. Да, Антон в курсе про нашу собаку. Теперь да. Теперь Антон в курсе про собаку Антона. Я даже видел ее. Я даже нюхал ее. Вот нюхать пока я с экрана мог понюхать. Запах тоже самое, да? Да. Это на 3D принтере было сделано? Ага. Я недавно зажал бабок на оригинальную фигурку из Вархаммера. Сорок тысячи дредноута. И мне друг сделал на 3D принтере тоже самое. Ты еще вот этот самый Вархаммерщик? Ну, мне очень нравится, да. Ну, типа я не собираю армии столов, потому что я понимаю, что мне не хватит усидчиво сидеть, раскрашивать все эти фигурки. Но мне очень нравится сама вселенная. Я в детстве угорел и до сих пор полетел. Поэтому Ваха это one love как бы. Вам нужен трек, посвященный Вахе? Ой, нам нужно много треков, на самом деле, посвященных Вахе. Была такая группа, кстати, это о группах из ВК-музыки. Русская группа, которая поет про Вархаммер. Только про Вархаммер? Только про Вархаммер. Блин, не помню, как они называются, но они есть только в ВК-музыке, что не удивительно. Опять же, про эксклюзивный контент. О! А что, может быть, дропнешь какой-нибудь сниппет на ход ноги, так сказать, прямо сейчас? Дропнуть сниппет? Все сниппеты мы уже дропнули, которые были. Антон, музыкант из группы Creamy Cry. Здорово. Здорово. Вы знаете их по таким трекам как? Ну-ка, ну-ка. Последние лет это говорил, а я думал, ты знаешь. Последние. Да, последние лет хороший трек. Вот. Happy End отличный трек. Happy End отличный трек. 100%. Вот. Так что заходите, слушайте, подписывайтесь. 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 Ставьте большие пальцы. Вверх. Ставьте колокольчики. Чтобы не пропустить новые видео. Так вот, это Антон, правильно? Да. Это, я знаю. Два Антона, между двумя Антонами, да? Желание. Я хочу спеть трек с Creamy Cry. Вот. Ой, я вслух это сказал. Да, да, да. Как вышло. А можно, как я типа это самый из Иванушки Интернешнл, чел, который говорит вот такие вот голосом, всякие прикольные штуки. А, да. Это не любовь, а просто какой-то там закон противоположных. Да, да, да. Просто это наговорить. Да, это последнее лето. Да, это последнее лето оно скоро будет. Ну, слушай, круто. С твоим голосом, мне кажется, супер зайдет. Да. Подумайте над этим, я вас с удовольствием. Ну, подумаем обязательно. Жесть. Чел, я и музыкантом так стану. Ну, вот. Кроме того, в друзьях-то уже у Сереги есть, поэтому мы найдемся сто процентов. Как ты вообще со стримерами знакомься? Смотрешь кого-нибудь на Твиче? Слушай, я по старой памяти смотрю одного стримера. И даже больше я смотрю его хайлайты, потому что у меня особо времени нет, ну, куда у него эфиры идут. И его зовут? Илья Мэдисон. О-о-о-о, зарядил. Молодой человек. Ну, я как-то со школы. Ну, понятно. Понеслось, и мне, типа, до сих пор нравится, что удивительно. То есть, больше стрима, не знаю, кого еще смотреть. Хайвер и попробуй. Хайвер и попробуй. Хайвер? Свет, слышал о нем. Ни разу не... Есть, есть человечек. Да, есть такой. Имеется, кстати, наверное, на платформе. Слышал, он прямо сейчас находится на ВК JT. JT, да, правильно. Где-то тут, где-то здесь. Да, я тут нахожусь. Я бы с удовольствием... Блин, это я так... Они не уйдут? Сейчас мы интервью проведем. Ну, придем, а если там никого уже не будет. Слушай, ну, у нас есть расписание мероприятия. Давай ее посмотрим. Мы сейчас скажем. Реально озвучивать песни. Сколько здесь чего? О, у меня заработал Wi-Fi. Ничего себе. Жесть. Может быть, сейчас некоторые люди уйдут? Отпустят местные интервью? Да, да. Такая вероятность присутствует. И даже это, как бы, более чем план. Ребят, всем привет, кто здесь на трансляции. Мы периодически падаем. Но, в целом, вайп приятный. У нас тут прекрасные люди есть, которые работают в ВК. 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 Вообще. ВК. Вот. И... Некоторых вы уже видели. А некоторых еще увидите. Это прекрасная Василина была. Это была прекрасная Софья Кузина и Андрей Яцко. Или Яцко. А кто нас ждет впереди? Настя... Нет, Кочева. Нет, Кочева. Очень. Ян-продюсер. Это какая-то такая... Ну, это человек, который в космос вообще запускает. Ян-продюсер ВК. Джей Ти. Это еще круче. Сто процентов. Она нам расскажет в целом про ядро этого мероприятия. В целом про подобный тип мероприятий. Как это все работает. Для чего. Кому. И зачем. И почему. И где, на пир, вон она сидит. У нас есть еще целый час. Как бы до окончания движухи. Потом будет автопарти. Автопарти? Автопарти. Да. Как вообще айтишные автопартии выглядят? Как и все другие. Не может быть. Я верю, что у них что-то свое должно быть. Какой-то знаешь, вот эти вот... У тебя, может, в школе была такая история. Вот это как коктейли с пенкой типа... Кислородные. Кислородные коктейли. Я помню, да. С каких пор Андрей стал журналистом сегодня? Не, ну я пробую себя в новых форматах гулять. Типа для того, чтобы журналистам корочка особо не нужна. Слушай, мне супер все нравится. Если бы только не интернет. И мне... Я прям себя чувствую потрясающе. С интересными людьми общаешься. Чел, эта Софочка придумала кружочек в форме какашки. Смайлик? Куда тут? Нет, ты записываешь кружочек и выбираешь форму какашки. Это она сделала. А, это я знаю. Это в ВК-мессенджере, да? Верняк. Сто процентов. Я это потом буду рассказывать тоже. Хотел сказать детям, но я... Внукам. Да. Причем чужим абсолютно. Привет, мальчик. Знаешь, кто сделал. Знаешь, кто сделал. Ребенок. Я вам скажу, сэр, вам запрещен доступ на эту площадку. Скажу, что у меня знакомый есть полицейский, который меня отмажет в силу. Да он безобидный, на самом деле. Легенды, да. Просто легенды. Вы че как-то учат? Я сегодня на вас внимание обращаю чуть меньше, чем хочется, но сами видите. Приходится здесь с интернетом бороться, бороться с пирожками с олениной. Они вроде безобидные тоже. Че сидят? Прогуляться? Смотри. По поводу прогуляться. Мы прогулялись. Мы можем прогуляться, попробовать вон туда, посмотреть книжечки. Какие здесь есть? Здесь богатая библиотека об искусстве. Ну, книги. Книги. Там, кстати, была книга, как рисовать аниме. Ни слова больше. Поехали. Ребята, идем рисовать аниме. Мы идем учиться рисовать аниме. Надеюсь, там не будет никакой подлинг. Вот, манга, 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 манга. Вот. Полный курс. Сюда. По рисованию персонажей. Открывай. Так, ну давай начнем с первой страницы. Тут, естественно, девочки с большими глазами. Давай, короче, саундтрек. Должен быть врыв какой-то. Ну ты как музыкант должен приниматься, естественно. А ты смотришь аниме? Нет. Вообще ни одного не смотрел? Я смотрел, но я типа нет. Ну я не на постоянной основе. Ну хоть миядзаки там не знаю. Да, смотрел. Но миядзаки кайфовые. Да? Ну слушай, не так уж и сложно рисовать аниме. Мне так уж и сложно рисовать аниме. Да, действительно. Сначала мы рисуем лицо. Да. Потом мы рисуем лицо яйцо. Да. Ну а что это такое? Ну да. Потом мы рисуем еще несколько яиц и получается вот такая замечательная вельмочка. Самое сложное, мне кажется, это костюм красивый сделать, анатомически правильный. Мне всегда сложнее всего было руки рисовать. Да, руки очень сложно. Вообще конечности и вот эти вот вещи, которые за мелкую моторику отвечают, это все по своим правилам живет и очень легко ошибиться все. Вот драконов рисовать? Да, запросто. Хоть прямо сейчас. Да? Ну короче аниме рисовать довольно просто, судя по всему. Сколько бы мог подумать, что на VKGT мы научимся рисовать аниме. Вот пожалуйста. Ну это руки моих тиммейтов в доте на предыдущем. О, вот они. Ооо. Ага. Что играешь? Я да. Но не выигрываю. Блин, я понял, что дота приходит в самые темные периоды моей жизни ко мне. Да? Это как место отчуждения. Да, да, когда устаешь короче от всего в жизни и идешь играть в доту. Ой, какая-то красивая книга. Что это такое? Эми Силма, The All Over. The All Over. Это какое-то ретроспектива какого-то художника? Да, здесь очень много именно про живопись. Живопись. Фрида. Фрида вижу. Фрида Галлан. Где ее? А, вот монобрах. А мы по-русски? Там фотографии. У тебя есть автоматический перевод на русский? Это уже их проблемы. Ооо. Да. Пускай приходят на стримы на VK Play, где я думаю, что они придумают машинный перевод, чтобы можно было англоязычного стримера превратить в русский. Хотя, как он там окажется на VK Play? Ну, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Очень даже просто. Блин, ну тут, по-моему, все вообще про искусство, про живопись. Так или иначе. Братца-батца. Песня. А это нельзя? А мне могу немножко оторвать? Мне кажется, что хз на самом деле. Слушай, ну типа хавку мы можем просто взять, да? Да. Книжки там покупают, насколько я знаю. Какой тильт. Я и так, ну, мне тяжело. А если еще и покупать книжки? Вообще никогда в жизни. Блин, тут прям целлюстра... Ну тут да, прям за какие-то здоровые талмуды. С японщиной. Ты был в Японии когда-нибудь? Нет, но очень хотел бы побывать. А, да, очень. А где ты? Ты вообще, кстати, по путешествиям как? Я раньше работал журналистом, и поэтому очень много ездил по всяким местам, где бы не смогу в жизни побывать сам. А-а-а, блин. Типа какими-нибудь Багамы там, не знаю. Я вот в Абхазии был. В Абхазии клево. Я не был. О! Вот, пожалуйста. У меня вот друзья были, как бы, они рассказывали, что в Абхазии очень гостеприимная страна. Я хочу открыть эту... Ну она уже... Ну кто-то уже жарко. Может быть. Может быть. Я могу вот так вот ставить, прикрыть. Да. Хотелось бы залезть туда, конечно. Гауди вот, пожалуйста. Слушай, а прикольно. Много интересного ощути бы. Да. Но мне по-прежнему хочется засунуть руки в тот кейс и узнать, что там лежит. Мы обязательно попробуем это сделать. Мы пойдем на риск, на неоправданный, очень серовый риск. Но мы пойдем на него буквально. Ой, пойдем. Какую красивую Москву законную покажем. Вот, ребята. Столица мира. Вы посмотрите на этот неоклассицизм. Мне на самом деле нравится. Клевость подсвечена. Мне тоже нравится. Мне еще в Москве нравится. Если бы еще квартиры стоили подешевле раз в 15, может быть даже все бы получилось. Приезжай. Приезжай обязательно. А ты сам из Москвы? Я из Подмосковья. Ааа. Ну видишь. То есть это богом поцелованные, как говорится. Ну блин. Это на самом деле начинаешь понимать плюсы этого не сразу. Ну понятно это дело. Вот. А так да, я вообще не спорю, что как бы. Я очень благодарен, что родился в Химках. Скотт Пилигрин. Ооо. Реально. Круто. Это тоже нельзя? Сука. Сколько стоит? Это третья, а первая это где? Это стоит две тысячи рублей. Чат? Ну вообще по-моему стоит того. Мне очень нравится вот Пилигрим. Блин. Красивая. Фух. Показалось. А вам показалось что-то здесь связанное. Фух. Показалось. Я понял. Не было сложно, но я как говорится. Фух. Показалось. Да? Донаты запуска. Нет. Я сегодня донаты отключил, потому что у нас и так стрим очень в таком подвешенном состоянии, если еще и на донаты как-то пытаться. Отвлекаться, да. Во-первых. Энди Уорхол. Ё-моё. Рядом с Ван Гогом. Великие на одной полке, так скажем. Не вижу нас. Мы рядом, просто мы с другой стороны. А. И мы не книги. Блин, как бы не хотелось в данный момент оказаться книгой. О! Что? О! Господи боже мой! Твою мать. Что-то я... Что-то я... Мы увлеклись комиксами. Мы увлеклись комиксами. А что вы не... Мы не хотели вас увлекать. Это очень зря. Фух. Привет. Меня Андрей зовут. Очень приятно. Привет. Так, смотри. Давай я тебя кратно прикреплю. Это микрофон. Это микрофон. С этого момента нельзя материться. Даже если очень хочется. Я буду стараться. Я понимаю. О чем? Привет. Привет. Я Андрей. А я Настя. Это Настя. Правильно, как фамилия у Дарьи? Правильно, нет. Так я и думал. Отлично. Как будто ты нет говоришь. Настя. У нас генпродюсер всей этой истории, я так понимаю. Получается так. Она очень много знает и очень много расскажет, что вообще здесь происходит. Про много расскажу не обещаю, но много знают. Я сначала пошучу. Хорошо. Ты не первый сегодня гость, который ко мне пришел на интервью. Жаль. Который пришел не один. Да? Серьезно? Вы ведете какую-то статистику? Это было круто. Молодец. Ходишь, работаешь. Да, воспитываю разработчика. Отлично. Вот, кстати говоря, мне в свое время говорили, занимайся компуктерами. Вот. И где я оказался в итоге? Ну, я думаю, ты ни о чем не жалеешь. Но я близко. Я ни о чем не жалею. Расскажи, Настя, пожалуйста, где мы вообще находимся? Что происходит? Потому что это главный вопрос сегодняшний. Я на свой аматорский стиль общения смог объяснить, но если профессионал и организатор это сделает. Очень интересно было бы сравнить просто это. Ну, потом. Я узнаю это потом. Я сказал следующее. Хорошо. Это VKGT. Это IT-форум с множеством интересных спикеров, которые продвигают инновации в мире, собственно говоря, не только ВК, а в мире в целом цифровой индустрии. Во всех сферах. В мире. Мне нравится амбиция на мир сразу. Да, естественно. Все так и есть. ВКGT. Что это такое? Ну, на самом деле это, наверное, какое-то самое долгожданное мероприятие для компании ВК, которое, на самом деле, супер недавно существует. Все же думают, что ВК это уже какая-то там, не знаю, древний мир ВКонтакте. Но, на самом деле, в том виде, в котором сегодня мы знакомы с этим брендом, мы знакомы всего пару лет. Поэтому для компании ВК молодой, как ни странно, это мероприятие, это вот как, практически как вот мой живот. Первенец, которого мы очень долго вынашивали. Я бы не назвала это форумом. На самом деле, мы хотели сделать что-то. На рынке есть очень много форматов. Мы назвали это конференцией, потому что, прежде всего, это очень понятно для нашей аудитории. Но мы стремились больше в сторону того, чтобы сделать нечто интерактивное, открытое, где ВК, ну, если мы его олицетворяем, как будто бы это, не знаю, живой человек, где ВК, он выходит в мир и знакомится с людьми, и показывает себя таким, какой он или она, она компания, да, есть. То есть, это открытый диалог. Мы рассказываем про то, что у нас происходит внутри, про наши процессы. Мы показываем наши продукты, мы показываем, как они работают, из чего они делаются. Мы ставим живых людей. У нас практически нету никакого промо-персонала на мероприятии. То есть, все волонтеры, это все сотрудники нашей компании. И как бы вот здесь сегодня мы вот такие вот обнаженные пришли показать и познакомить с собой. Вот, чтобы люди лучше нас понимали. То есть, вот эти вот красивые, приятные девушки, которые показывают вам сюда, туалет здесь, это все еще и волонтеры. Да, это все наши волонтеры, все наши сотрудники. Между прочим, могут быть дизайнеры, разработчики. То есть, мы делали такой открытый формат, где люди могли добровольцами вписаться. Вот, собственно, из них мы и собрали штаб наших волонтеров. Ага, но по поводу в целом ориентации, это мы понимаем, что люди необычные. Люди из каких-то таких профессий современных, да, которые... Ну, то есть, это не для всех же, я так понимаю, это конференция. Для кого? А, для кого это конференция? Ну, мы очень долго выводили эту формулу, и мы называем эту аудиторию так. Это все люди, которые делают продукт. То есть, не хочется ставить равно это разработчик, потому что понятно, что помимо разработчика есть и продуктовые менеджеры, есть дизайнеры. Поэтому все, кто прикасаются в процессе своей работы к тому, чтобы создавать продукт, делать его понятным, приятным для своего конечного пользователя, это те люди, которых мы сегодня ожидали увидеть на конференции. Вот так. И более того, на этой конференции обширное количество тем. Да. То есть, тут даже есть какие-то вещи обсуждаемые, обсуждаемые, диаметрально как противоположные. От творчества до сухого расчета и прочее, прочее. Все так. И это, так я понимаю, бизнес-юнит или бизнес-юнит. То есть, это определенные ответвления компании ВК, которая продвигает конкретно свой продукт и свои идеи. Ну, я бы сказала, немножко перефразировала бы по-другому, да, то есть, это с точки зрения многогранности. Ну, бизнес-юнит равно продукт. Компания ВК состоит из большого количества продуктов. Вот как раз, я могу сказать так, более 300 продуктов у нас есть, но, наверное, какие-то там всем знакомые, это вот топ-50, с которыми вы сталкиваетесь или сталкиваетесь, ну, в любом случае, вне зависимости от того, пользуетесь вы ими или нет, вы точно знаете, о чем идет речь. Одноклассники, ВКонтакте, Мэйл, Дзен, там можно бесконечно в эту сторону идти. В общем, как бы, да, мы большие, нас много, и как раз задача была показать эту многогранность. Не диаметральную противоположность, а многогранность, что мы разные, что даже социальные сети мы делаем для разных аудиторий, они по-разному выглядят, как бы, разный у них интерфейс. Но это все одна большая компания ВК. И 300 и топ-50 это все под твоим контролем восприятия? То есть тебе нужно для такой конференции собрать вот это все многообразие? Да, справедливости ради нет. На конференции у нас представлены не все продукты. Мы фокусировались на тех продуктах, которые наиболее, как, легко развернуть для нашей целевой аудитории. То есть не каждый продукт равно, там, не знаю, штат разработчиков, дизайнеров или продуктов. Мы брали core, core-команду, хочется сказать, там, где больше мяса. Но на самом деле, какой контент представляет ценность для аудитории? Контент уникальный. Поэтому мы собирали продукты, у которых есть лучшие практики на рынке или эксклюзивные практики. Например, кроме нас социальные сети никто в России не делает. Поэтому логично, что сегодня социальные сети все с нами. Вот, есть какие-то эксклюзивные фичи. Вот, в общем-то, здесь все продукты, которые создают нечто уникальное, которые мало с кем конкурируют или являются вообще лидерами в своей отрасли. Поэтому, по такому принципу, у нас сегодня здесь где-то порядка 20 продуктов представлено. Вот. То есть, нет, не все 300 и даже не 50, но я считаю, что это все равно много. Потому что до этого момента не было такого мероприятия, где мы бы так много продуктов одновременно сразу показывали и знакомили. Понятно. Может быть, планируются какие-то мероприятия для более широкого круга, условно говоря, потребления интересов, чтобы люди могли, возможно, вдохновиться какой-то определенной отраслью. Потому что я вот для себя походил, особенно поговорил со спикерами и узнал для себя какие-то отрасли, которые действительно необычные. Опять же, отрасль, которая занимается помощью для людей. Инклюзия, да? Да, 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 да. Инклюзия, то есть, кто слабо слышит, кто слабо видит. Я даже не знал, что об этом кто-то там задумывается. Да, вообще, очень даже много кто. Или, допустим, с отличными ребятами поболтал, которые занимаются ВК-мастером, жиром и графикой. И, то есть, возможно, планируются какие-то мероприятия для общего круга потребления, чтобы люди заинтересовались? Я могу сказать так, поскольку конкретно моя работа, она связана больше с IT, потому что я являюсь руководителем направления IT бренда ВК. В моей компетенции мероприятия планировать именно для этой аудитории. Если говорить в целом про ВК, то у нас есть как минимум одно мероприятие, которое для суперширокой аудитории, это ВК-фест. Я думаю, с ним все знакомы. На самом деле, если вы не были на ВК-фесте, то этот формат гораздо более широкий, чем просто развлекательный. Там тоже очень много стендов, наших продуктов, и мы также там про себя рассказываем, показываем с разных ракурсов. Поэтому, в целом, мне кажется, что если говорить собирательно и что-то более масштабное, и которое касается широкой аудитории, то шире референса и вообще, в принципе, аналогов ВК-феста просто нет в нашей стране. Это и так самый большой музыкальный фестиваль, который, на самом деле, как я уже и сказала, не только музыкальный. Хотел бы еще спросить из всех этих бесконечных юнитов, которых у нас 300, оказывается. Есть ли что-то, что можно назвать, наверное, самым свежим, инновационным и, возможно, тем, к чему пока люди не готовы? Есть ли какая-то задумка или какая-то работа, которая сейчас... Но это об этом, чтобы можно было рассказывать. Да, конечно. О таком, конечно же, нельзя рассказывать. Я могу сказать только то, что... Ну, то, что на пике сейчас находится популярность и, понятно, все, что связано с искусственным интеллектом. У нас с ВК сейчас есть большая команда EMI. Вот. Это ребята, которые собрались из всех наших продуктов. То есть, понятно, что технологии искусственного интеллекта есть практически там... Ну, ладно, не буду говорить во всех, но в большом количестве продуктов. И, собственно, вот эта наша новая команда EMI, которая сейчас собралась, она квинтэссенция всех этих людей, которые, собственно, и собрали для того, чтобы генерить то самое, о чем ты меня спрашиваешь. Но могу ли я рассказать тебе об этом? Конечно же, нет. PR меня. Ну, понятно. Так, хотел узнать, у меня сегодня не получилось встретиться со спикером, который отвечал за Яндекс Марусю. Ой, фу. Да, 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 да. То есть, имел в виду... Грешишь. Ты грешишь. Я путаю, я путаю, да. То есть, за ВК Марусю. Маруси Капсула, да, ВК Марусю. Да, да. То есть, ты осведомлена именно этим? Потому что хотел спросить, может быть, тогда какой-нибудь это самое ВК Андрея запишемся? Пока у меня искусственный интеллект не отнял работу, я просто диктором работаю. Я вот подумал, может быть... Что конкретно про капсулу интересно? Да, ну все, давайте сделаем капсулу ВК Андрея. ВК Андрея? И меня запишем. Ну, тогда я предлагаю сделать ВК Настю. Ну, я не могу уже самым голосом разговаривать. Мне кажется, самый правильный способ – это тебе продать эту идею команде капсулы. Да? Они здесь шастают где-то? Они есть, да. Они как раз вот часть хаба ВК Май, который у нас сегодня стоит на стенде. Я пойду... Маруси там стоят наши, поэтому можно... Да, просто я думаю, что мои зрители, которые сейчас сидят, 395 человек, кстати говоря, очень приятная компания. Приятная, приятная. Я думаю, что они хотели бы себе ВК Андрея домой, чтобы я будил их нежным голосом или там наоборот... Как-то что-то... Ну, если порассуждать шире, да, было бы классно, если бы можно было капсулу вообще персонализировать под себя, чтобы имя у нее было, которое тебе нравится. Да, есть ощущение, а почему-то искусственный интеллект как будто бы на женский голос ориентирован для всеобщего потребления. Видимо, он более успокаивающий и более нативный, да, для понимания и восприятия. И как будто бы он даже немножко обезличен. Вот поэтому... Кстати, у тебя бы отлично получилось озвучить нам. В том-то и дело. Я прямо с тобой разговариваю и чувствую это. Ну, вот и все. Вот, ребята, ждите. В каждом доме скоро, в 2027 году, ВК Андрей. Нельзя вам говорить? Нормально. Я могу поставить себе в такое положение, но чтобы вам уже не отказаться было? Для начала сходи, поговори с ребятами. Да. Надо продать им эту идею. Я прямо сейчас не пойду. Надеюсь, что у них там есть интернет, чтобы я это зафиксировал на видео, потому что потом никто не сможет. Есть. У них есть. Как ты умудряешься? Я человек, который не может, но делать два дела одновременно. Так. То есть, если я вот сейчас начну чистить зубы и задумаюсь о чем-то, я либо себя проткнул зубной щеткой, я клянусь, либо еще что-то плохое произойдет. Как ты умудряешься контролировать такой огромный процесс, фокусировать людей в этой одной точке, в одном событии и при этом чтобы это все работало? Ну, мне кажется, я не волшебница в этом вопросе, потому что я сейчас здесь сижу, там идет конференция. Вот. Поэтому как бы мой ответ на твой вопрос, он звучит вот так. Успех любого проекта заключается в том, какую команду на этот проект ты собрал. Вот на этот проект я считаю, что я собрала классную команду. Вот. В этой команде люди, на которых я могу положиться. И, собственно, когда каждый делает свой кусочек хорошо, в целом получается хорошо. Но, как бы, спойлер, все равно всегда все не идет прям очень хорошо. Потому что, мне кажется, когда ты работаешь в сфере, связанной с мероприятиями, ты отдаешь себе отчет, что у любого мероприятия всегда что-то может пойти не так и пойдет обязательно. Но тут самое главное принимать это как, я не знаю, как норму. Вот если закладывать во что-либо какой-то процент погрешности, вот мне кажется, если ты идешь в мероприятие с ощущением того, что там 20-30 процентов чего-то пойдет не так, то все будет нормально. Потому что ты будешь к этому готов, ты будешь спокоен, ты будешь относиться как к проблеме, которую надо решить в моменте и не истерить. Вот, собственно, это я вчера и говорила своей же команде накануне конференции. Ну, как бы, да, были проблемы, мы их решали. Вот, в чем моя здесь суперспособность, наверное, в том, что я собрала классных ребят и стараюсь доверять им. Ну, и в то же время, да, я как бы обладаю все равно какими-то скиллами многозадачности, но это уже как с опытом, все приходит с опытом. Я помню, как я начинала в этом во всем. А давно это случилось? Давно ли у меня это случилось, да. Я думаю, что я, вот, кстати, хороший вопрос. Ну, точно дольше семи лет я работаю в такой сфере. Вот, мне кажется, что, ну, так вот, если собрать количество кейсов и эволюцию себя наблюдать, то от супер нервного человека, который пытается, не знаю, все контролировать, все завязывать на себе, я больше продвинулась в сторону человека, который понимает, что чем меньше будет завязано на одном человеке, тем лучше это будет работать. Поэтому максимально стараюсь расшить, но, как бы, кстати, мой ресурс освобождается, и я могу быть на подплате у ребят из своей команды. Вот. Тогда вопрос у тебя такой. Наверное, самый главный для меня. Кто отвечает за то, что в пирожках олениновы? Это, честно, я. Ты что, любишь оленину? Я открою секрет. Давай. Да? Да. Ну, вот мы и нашли человека, который это все сделал. Я прошу прощения за оленину. Не, ну... Просто, когда я утверждала меню, просто ГЭС – это необычное место, вот, и здесь все необычное, и все такое высокодуховное, все такое нестандартное, и кухня в том числе. И когда ты обычно собираешь меню, у тебя есть определенные каноны, по которым ты его собираешь. Есть люди веганы-вегетарианцы, есть люди, которые любят... Да, я вот на всякий случай покажу вам, о чем мы говорим. Это оленина. Вот. Кстати, сегодня мне ее хвалили, сказали, что очень вкусные пирожки. Так вот. Они знали, что это оленина, эти люди? Там подписаны. Там подписаны даже? Да. Там подписаны. Что делаешь? Антон. Вот. Так, собственно, есть ограниченное количество позиций, из которых можно выбрать, и в этой пропорции очень важно. Для чего вы выбрали оленину? Какие варианты были? Поверь мне, вариантов там курицы, индейки или чего-то более понятного не было. Вот. Моя задача была, чтобы люди были сыты, а чтобы люди были сыты, надо покормить их сытной едой. Ну правильно. Желательно там, чтобы был белок. А медведь был? Медведя не было, да. Выбрали оленину. Почему? Потому что мне показалось, что будет здорово, если у людей будет возможность съесть что-то сытное. Вот. Для тех, кто не любит оленину, пожалуйста, пирожки с корнеплодом. Просто олени такие красивые, так жалко их очень. Согласна. Мне тоже жалко. Но не я их готовила, поэтому я эту боль не прожила. Я, кстати говоря, съел с корнеплодом, но там либо хрен, либо чеснок. Это у меня сейчас не пахнет? Нет, не пахнет. Спасибо большое. Чеснока там точно не было. Там свекла, хрен, да, действительно был. Что-то еще такое экзотическое, капуста из простонародного. Хочу заметить. Вопрос-то, кстати говоря, задал не случайно. Мы теперь знаем, что человек отвечает не только за фокус вообще всех групп разработки, единение в одну конференцию, а человек еще отвечает за кухню даже. Насколько много на плечах у твоих лежит. Ну. Тут помимо мультизадачности я даже не знаю, какие надо обладать какими качествами. На самом деле такие штуки, как меню, это больше разгрузка, мне кажется, мозгов на пони всего. Хочется иногда погрузиться в какую-то такую задачу. Ну. Медитация. Учитывая то, что сейчас уже мероприятие идет к термологическому завершению. Довольна ли ты тем, как это все в итоге получилось? Никогда не могу ответить на этот вопрос в моменте. Мне всегда нужно, чтобы прошло какое-то время. Со стороны от себя. Да, потому что в моменте ты очень сильно фокусируешься на том, что идет не так, как на проблеме, которую надо решить. Тебе сложно фокусироваться на каких-то классных вещах. Хотя я стараюсь. Например, сегодня был очень красивый закат, и я прям прошлась по площадке, чтобы посмотреть, как солнце играет вообще во всех окнах. Но мне, да, нужно 2-3 дня, во-первых, чтобы собрать обратную связь, чтобы свое ощущение какое-то наполнить еще объективностью, помимо моей субъективности. Поэтому время покажет, но в моменте я, начиная со второй половины дня, начала получать удовольствие, что повышает шанс на то, что я буду считать, что мероприятие прошло удачно. Ну, в ближайшее время есть ли какое-то неподтвержденное, но, возможно, планирующее, хоть что-то? Есть ли что-то, к чему нам стоит готовиться, возможно, когда мы отправимся читать, повеселимся? Да, у нас планы уже на год расписаны вперед, до конца года знаем, что будем делать. Так что планируем, планируем, как это, гастроли, гастроли по регионам. Ну, в Саратов? Нет, планируем Питер, планируем Нижний Новгород, планируем Казань и что-то еще планируем, но я уже и так слишком много сказала. А если мы Саратов с Энгельсом объединим, у нас будет миллион триста человек, тогда вы приедете? На самом деле мы смотрим не на количество людей в городе, а на количество разработчиков. Напомню, что моя команда... У меня все друзья айтишники в Саратове, я примусь. Хорошо, если ты приведешь к нам на мероприятие хотя бы пятьсот человек, то я думаю, что есть шанс. Ну да, ну что-то вряд ли, но у меня два знакомых. Ну три, но просто мы с третьим не общаемся, пожалуйста. Короче, ты понял, как мы будем действовать в этом вопросе. Хорошо. Вот этого всего крутого. Планируется ли что-то связанное с этой сферой или пока ориентация идет на крупные IT мероприятия? На самом деле я тут так отвечу. Я не могу ответить за гейминг, потому что поскольку у нас компания большая, я отвечаю за бренд в целом. То есть за то, чтобы показывать как раз вот эту многогранность нашей компании. Но у каждого бренда есть своя стратегия продвижения, в том числе и у нашего там игрового бренда ВК Плей. Поэтому если тебе действительно интересно, ты можешь сходить в гости к Плею сейчас на стенд и задать им вопрос об их планах. Ребята всегда интегрируются во все ключевые мероприятия индустрии. Вот я думаю, что... А я могу к ним подойти и сказать, что я официальный голос ВК Андрей? Ну попробуй. Они контактуют с Марусей? Ты сначала подойди к Марусе, получи благословение, как говорится, потом уже. Блин, класс. Надеюсь, интернет позволит к ним сходить. Да, я надеюсь, на следующей нашей конференции будет уже ВК Андрей. Да, я надеюсь. Да это офигенная идея. Согласна. Это же имя, мне кажется, вот хорошо она подходит. Да, Андрей. Такое имя, которое как будто везде есть. Да, и ты будешь говорить привет, Андрей. В каждом классе был в классе Андрей. Привет, Андрей. Ты представляешь, это же прям вообще... Привет, Андрей. Да, и она такая... Я ненавижу это. Но ради... Да, 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 я согласна. Вау. В общем, Настя, ну как ты крутая. Спасибо тебе большое за разговор. Тебе спасибо. Там просто анимешные книги. Да, я понимаю, не оторваться. Я не могу. Я даже сидела и ждала терпеливо. Там такая красота. Давай мы обнимемся с тобой. Это чудо. Спасибо тебе большое за мероприятие, что ты такая классная. Взаимно. Была рада поболтать. Тебе успехов, чтобы у тебя был миллиард просто энергии на все это. Все, я стараюсь. С вот этим проектом. Да, да, да. Это самый главный проект. Согласна. Планирую тоже в ближайшие пару месяцев справиться. Вот скажешь, ВК Андрей, а включи-ка моему сыну будет интереснее. Да. Сыну... Я никому и не говорила об этом. Ты понял? Я почувствовал. Включи моему сыну колыбельную. И я такой... Да. Ради такого стоит родить. Ну да. Все, спасибо тебе большое. Ты супер. И тебе спасибо. Спасибо. И да. Это было классно. Но если не хочешь никуда уходить, мы можем сидеть. Нет, мы пойдем. Ну ладно. Мы пойдем. Еще сегодня дела есть, да? Да. Пожалуй, пора. У меня уже телефон звонил и рация ухи, да. Вот, кстати, про многозадачность. А я могу, да, твое имя использовать? Вот сказать, что вот Настя мне сказала, что могу использовать, да? Смотри, интересный, кстати, момент с точки зрения организации. У нас все еще слышат люди, да? Надеюсь, да. Вот. А когда ты делаешь мероприятие большое, многие люди могут даже не знать, что его делаешь ты. Вот, например, за сегодняшний день я общалась с несколькими волонтерами, которые спрашивали, каково мне волонтерить на мероприятии. Потому что у нас бейджи не отличаются, у всех бейдж-организаторов. И это очень мило, потому что у людей нет никакого предрассудка относительно меня. Поэтому даже если ты подойдешь и скажешь, что мне Настя разрешила, все такие, типа, ну… Ну, мне тогда… Мне надо кому-то… Вот, не получится манипулировать. Иди вот на стенд… Имай, я думаю, что нормальный вариант. Все, я сейчас скажу обязательно. Спасибо большое за заставление. Тебе спасибо. Все, очень приятно было еще раз. Спасибо. Спасибо вам. Весело. Здорово. Нам тоже более чем… Что, мы, значит, это… Олениной подавился или что-то проглачилось? Оленин закончился. Она настолько всем понравилась, что мне пришлось съесть просто… Люди реально виделись, типа, что это Оленина и брали это. Серьезно. Это очень вкусно. Жесть чего. Мне просто нравится. Ну, типа… Какой-то, конечно… Ну, какая разница? Настя клевая. Да вообще все спикеры сегодня. И Антон клевый тоже. Спасибо. Все сегодня клевые. Мы здесь не просто так собрались. Все клевые в клевом месте. У нас тут и за хатом клевые людишки есть, которые не показываются. Да. И не покажутся никогда. Никогда. Это люди-теневые игроки. Что это за классный чел? Кто это? Кто это? Кто это? Что это за риск? Ребята, будем рисковать. Пойдем. Пойдем гулять по уже, наверное, порядково опустевшему залу. Наверное, может быть, это нас и спасет, потому что там не будет такой нагрузки на байфай. Да. Ребята, мы сейчас будем идти. Я надеюсь, что мы дойдем до точки назначения. Это голосовой помощник. Андрей? Да. Будет. Слушай, идея классная. Слушай, мне нормально вкинул ее, да? Да, да. Крутая идея. Я еще за яицами сейчас вкину, а не могу. Нужно пойти к Станду Маруси и… Ты прикинь, короче, ты прикинь историю. Это я сейчас шучу, да, допустим. А они потом, слушай, реально, привет Андрей, вся история. Ну идея такая. Они меня запишут. Есть же голосовой помощник Олега? Ну, это не факт. Зато ты будешь известный. А там уже можешь рубить на голосе. Может, у тебя сделают много денег в один раз, и ты все. Купишь квартиру в Москве. Как собирался. Мне надо, да. Мне надо, ребята. Сейчас мы пойдем поговорим с ними. Николай Олег? Андрей! Стыдно не знать. Лучший голосовой помощник современности. Мне кажется, Андрей – это просто идея классная. Да. Привет, Андрей. Как бы не заматериться от ее превосходности. Я думаю, что уже, ну, сейчас мы как только падать начнем, уже, может, ты здесь обляпался в еде весь. Блин, я ел просто, на вас смотрел и ел, знаешь. Блин, вот мне интересно, это мне такие спикеры клевые попались, или просто все клевые? Нет, у нас все спикеры клевые, на самом деле. Мне очень радует еще то, что очень многие ребята у нас в компании выглядят довольно неформально, и это всем бог. Вот я, кстати, про Настю думал, что она такая супер серьезная будет, знаешь. Ну, типа, учитывая ее уровень вообще присутствия. Ну да, да, да. Как будто бы там будет… Уровень многозадачности. Да, 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 да. Она такая бу-бу-бу-бу-пу-пун. Я, да, я заказал оленину все. Я бы тоже заказал оленину. Привет, ребят, чат, я вас вижу, штаны огонь. Ну да, да, ребята, что сказать. Штаны сколько стоят, ребята, вам и не снилось, сколько стоят эти штаны. Так, Александр тут свою сумку оставил. Да и. Надо его будет отыскать. Метеорит над зоной улетит. Метеорит. 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 Такс. Блин, ребята, сейчас вы, возможно, отвалитесь, но мы не можем не пойти. Мы должны пойти. Слишком соблазнительные… Перспективы. Да. Да, у нас как раз есть небольшое количество времени, которое мы можем посвятить тому, что мы попробуем позасовывать руки в эти загадочные коробки. Надеюсь, они еще там. Да. Что-то мне не умещается никуда бутылочка. Что такое? Ну… Да, наверное, да. Тут уже никто ничего не будет. Как будто бы да. Да, это тоже. Да, 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 все. Спасибо вам. Давай. Так, ребята, идем вас дропать. Не падайте, ради бога. После Маруси на вакапплей забеги. Надо знать, что будет в игровой индустрии. Точно. Что такое? Ага. Так, пока вроде… Как раз время на то, чтобы попробовать забегом пробежать. Ага. Ну что? Держимся, держимся. Держимся, висим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Держимся! Здесь в целом сухие… Ну, вчера еще плохо ловило… Так… Когда людей не было… Ой! Что-то там записали. Народ… Так… Даааааааааа… Мы что, живы? Вы живете! Неужели? А картинка есть? Да. Главное, чтоб картинка была. Да. Ребята, вы живы? Олег, как ты? Я Андрей. ВК Андрей. Ну, не, только не Олег. У меня отец Олег, с другой стороны. Грех жаловаться, но... ВК Андрей, это вполне себе low-tech. Это нам надо. Короче, смотрите, ребята, вот что я могу сказать. Мы сейчас попробуем пройтись, но если не получится, то это все, финал. Потому что мы уже перепробовали все Wi-Fi, мы мобильный интернет попробовали, и если нет, то как бы уже не получится. Что, пойдем руки ссывать? Пойдем руки засунем. Если не получится, то все, увидимся с вами уже потом, когда я домой приеду. Покажи, здесь все началось. No! Да ладно! Падаем. Давай попробуем туда пройти, вдруг они там не падают. Нам сразу сюда идти потом, зачем? Ну, да. Ну, я их предупр... А, живем? Живем. Погоди. Живем пока. Погоди-ка. Живем, держимся. Ну, начали падать, но поймались, да? Живем, живем. Отлично. Я просто хочу, хочу руки засунуть уже, наконец, куда-нибудь хоть. Сейчас попробуешь. О, так. Вы как, ребята мои хорошие? Живем? Кайф. Кайф. Мы где? Лису, Вань. Каджитомерам. Нет, все. Это, если что, мем из Optimus Gang. Блин, я еще боюсь из-за моих любимых мемов. Там один орет. Ну, там, Адам. Мы где? Чего решь, Вань, в лесу? Погоди-то. Они просто стоят. Блин, я их очень давно посмотрел. Да, они уже не снимают. Да, да, да. Да, к сожалению. Ну, такая самобытная очень штука была. Да, мне прям, да. В этом и кайф был. Если битрейт уменьшить будет стабильнее? Нет, абсолютно. Битрейт и так маленький стоит. Поэтому, как бы... Я пытаюсь. Я пытаюсь. Я пытаюсь. Я смогу. У меня сегодня было, получается, раз, два, три. Стримов семь, наверное. За день, а? Продуктивно, продуктивно. Производительность какая сумасшедшая. О-о-о. А в среднем сколько ты ведешь примерно? Ой, сейчас по часов шесть, по минимум. Бывает по девять часов иногда. Короче, меньше вести не имеет смысла. Что еще раз? Меньше по времени вести не имеет смысла. Да нет, можно писать четыре-пять. Просто у меня так получается. Ага, я понял. Вы живы, чат, господи. Спасибо вам большое за вашу жизнь. Вы как? Да, да. Кажется, я... Ой, теперь я тебя ударил. Коробка не похожа на то, что там может быть змея? Хотя она что-то убирает. Ну, маленькая змея может быть, я там думаю, да. Мы постоянно падаем и встаем. С колен. Одной ногой в оффлайне. Да, неплохо. Забавно. Возьми себе, назовите так, трек или... Одной ногой в оффлайне? Да, и типа трек про то, как, допустим, он или она перестал выходить в сеть. О. И... О, идея классная. Да? Как будто бы может быть. Да, да, да. Надо покопать сюда. И чтобы он или она, не зная, что происходит, переживает? Да, 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 да. Она перестала выходить в сеть. Это клевая идея для трека. Да, да, да. А потом, прикинь, человек появляется, потому что он одной ногой, а не полностью. Но этому челу, но другому вообще пофигу в итоге. А тот переживал. Прикинь? Это классика жизни, по-моему. Ну, да. Но идея про то, что да, кто-то вышел из онлайна, а другой пытается его найти, но не может, тщетно. Ну, да. Я не понял, мы что-то руку засунем никуда-нибудь. Сейчас, сейчас. Мы уже следующее. Да. Андрюся? Типа как Маруся, только Андрюся. Кстати, интересно, почему назвали колонку. Ее, мало ли, может, кассирзилка откуда-то. Нет, она вышла раньше, чем я устроился. Мы вроде, да, мы поднялись и ждем засовывания рук. Можно я реакцию твою застимую? Я хочу мониторчик смотреть. Да, да, конечно. Но если мы сейчас доберемся. Сунешь руку, а тебе в руку. Не рискуй. В смысле, что значит не рискуй? Я только за этим и сую руку. Ну, да. Такие... Glory House. Да, как в Дюне. Да, кстати, похоже. Должно было боль терпеть, насколько я помню. И в Дюне, ну, типа, на Аракисе тоже, я так понял, что интернет говно был. Я воспользовался рабочим помещением. Вау, это что, стикеры для меня? И мы будем в Ротанайс группе Криви Клай. И мы будем в Ротанайс группе Криви Клай. И мы будем в Ротанайс группе Криви Клай. Уязвимости есть, а если найду... О, это я повешу на холодильник. Нам нужна наклейка. Мы хотим хотя бы три собрать. Три? Да. Ой, все. Ура! У меня черная камера. А можно я дам ей? Да, да, да. Держи. Извините, а у нас тут съемочка. Вы не можете в петличечку повесить на себя ее как-нибудь красиво и рассказать, что происходит вообще у вас здесь. Давайте я вам помогу. Давайте. Так, аккуратненько. С этого момента материться нельзя. А я не привыкла. Мне лучше встать или сидеть? Нельзя было материться рядом. Вообще, что это такое? Мы сегодня на конференции ВК-GT. Вы подошли к стенду ВК-тех. ВК-тех – это бизнес-юнит ВК, который предлагает продукты B2B или для бизнеса. На нашем стенде представлены два продукта – ВК Workspace и ВК People Hub. Вы можете поиграть у нас в игру, которая напрямую связана с этими продуктами. Для того, чтобы выиграть коины, из-за них можно приобрести товары в нашем корпоративном магазинчике, который здесь же у нас расположен. Для того, чтобы поиграть в игру, надо немножко ознакомиться с продуктами, потому что ключевым моментом игры, финалом игры будет название продукта, с которым связан элемент, который будет лежать в вашей коробке. Поэтому буквально в нескольких словах я скажу, что входит в ВК Workspace и что входит в ВК People Hub. Там сигналы нет. ВК Workspace – это все, что про коммуникации на работе. Здесь бандл из трех продуктов. Первый продукт – это ВК Teams, корпоративный мессенджер, которым мы сами пользуемся внутри ВКонтакте. Второй продукт – это ВК Workmail, это корпоративная почта, аналог Outlook в целом тоже находится здесь. И ВК Workdisk – это аналог Google Диска, то есть хранилище документов, видео, фото, совместной работой внутри. То есть тоже можно это делать у нас. ВК People Hub – это такая масштабная IT-платформа для эффективной работы людей и компаний. Что же подразумевается внутри? Это аналог тоже нашего внутреннего интернета ВК. Орг, структура, профили, новостные ленты, группы, блоги и сообщества, подписка на интересный контент, лента собирается под вас, это виджеты внутри, это функциональные различные элементы, файлохранилища, базы знаний. В целом этой информации достаточно для того, чтобы начать играть. Пока здесь ничего не лежит, ручки можно вытащить, я сейчас прячу кое-что, кое-что, что вы должны будете угадать и назвать, с каким продуктом это связано. Давайте, запросто. Давайте сделаем вот так. Они там не упали, кстати говоря? Это очень просто, давайте посложнее. На самом деле у нас еще более простые. Ой. Спасибо. То есть я могу это просто унести, да? Не надо. Лучше не надо. Но это очень просто. Это очень просто. Давайте попробуем что-нибудь посложнее. Не-не-не, я не знаю, что это пока. Не так все просто, как кажется. Лепатия, я... Я дугу. ...продуктов. Потому что прямая связь только с одним продуктом. А есть список? Я для чего вам все рассказывала? А список не будет по списку продуктов? Вот два сверху. А-а-а. Вы просто называете бренд. Ну, рабочее место workspace и peoplehub. Ну, peoplehub это. Workspace, то есть. К сожалению, вы ошиблись. Ну, по-моему, но правильно сказали про workspace. Да? Ну, так я угадал. А почему вы так решили? Ну, workspace – рабочее место. Я так понимаю, что это место, где... А как это связано с камерой? Это связано с камерой? Потому что за всеми там наблюдают, чтобы они и ручки из ВК не украли. Нет, мы иногда умеем включать камеру, чтобы нас было видно, кто с вами общается. Ну, вот я так... То есть видеоконференции. Все верно. Вы не воруете. Вы угадали, поэтому я вам дарю 20 коинов. Спасибо большое. Их нужно вклеить в ваши... Да, это тяжело было, конечно, угадать. Ваш бейдж. Хорошо, что вы дали две попытки. Упу-пу. И что у вас еще есть? За эти денежки вы можете купить товары в нашем магазинчике. Есть еще кое-что? Хотите? Ну, самое сложное. Хотите сложный уровень? Это что-то с кнопками и с экраном. Ой, я знаю, что это. Я только что понял. И с дыркой. Нет, я не знаю. Ты куда-то плеер старый? Что я вам скажу? Андрюш, я стою и смотрю, как... Это из прошлого. Я знаю, это пейджер. Так и чужие питомцы. Браво. Какому продукту? Это пейджер, PeopleHub. А на кфера быстрее угадала. Где логика? Воркспейс. Опять воркспейс. Ну, вы катим. Ну, тогда все воркспейс. Ну, вы хотите с PeopleHub, да, что-то? Ну, вы просто вывели уже частично. Ну, ладно. Давайте девушка хотела, мы ей дадим нечто другое. Дайте ей этот самый пейджер. Пейджер дайте ей. Нет, вы уже его озвучили, неинтересно. Тогда что это? Как он вообще выглядит? Они не упали в итоге? Они там родились сначала, но он дает, потом выросли. Крахунчик, собираем у вас? Да, забирайте. Спасибо большое. Вам еще 20 монеток дать? Господи, это миллион нижниковый, это чипус? Ой, а почему она сломалась? А если она сломалась, она состоит из нескольких деталей. Да, нет, нечего. Пустая. Блин, мы делаем контент. Очень важно. Это человечки Lego, как будто бы. Я ее потом на смайло себе нарежу. Смешная мимика. В сетке какой-то. Так, давайте свяжемся с одним из... В колготки, все, читай. Нет, первый вариант был... Давайте свяжемся с одним из названий. ВК Боргспейс или ВК Боргспейс. А что еще раз? ВК Боргспейс это коммуникационные сервисы. Коперативный месслажер, почта... А, к чему относится это? ВК Боргспейс это корпоративный портал. Мне кажется, это по ВК Боргспейс. Ай, да? Да, ну вот на... Спасибо большое. Кто собирает? Я собирает. Вот, вот, ему сюда, пожалуйста. Ой, спасибо большое. Ну, прикольно хрипишь вот так. Да, прикольно. А у меня и в окейке. Ты поешь песни какие-нибудь? А что делаешь? Что мы можем? Что-то мы можем относить. Сейчас снимем. А что, что там? Я снимаю ВК Клипы. ВК Клипы, это я. А Кобякова знаешь? Глент. Жесть. Глент, вот бумага. Так, пойдем что-то еще пробовать пока есть. Если мы вырежем. Попробуем, Ченкиша пока? Попробуем. Спасибо тебе большое. Что тут F? Тут F произошел. Ой, тут случился F? Ребята, 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 интернет, что-то всего, уже нас это самое выгоняет, наверное. Да, думаю, да. Да, Антон тоже так думает. Там чел отжимается и я... Господи, да, да, да. Пошло дело. Началось, да? И не важно, как ты бьешь. Важно, какой ты держишь удар. И не сдавайся, если с испугу только не свернешь. И вообще, жизнь бьет так, что, блядь, жестко, короче. Кто, кто ожидал этого видеть? Вот как чувак? Я не знаю, он отжался раз в 90-е. У него еще ремень с клепками. Опасный тип. Сумасшедший. Чел качает интернет. 100%. Пожалуйста, не останавливайте. Никогда. Мне кажется, он просто днем отдыхал, поэтому как бы так все было. Ладно, все, ребят. Мы пойдем. Сейчас я покажу вам. Нас. Нас. Йо. Погоди, тебя растянуло. Блин. Он снова падает. Все, давайте. Вот, спасибо, чуваки. Очень клево. Увидимся в Саратове или на концерте Creamy Cry. Creamy Cry. Все, давайте, целую вас всем. Увидимся. Увидимся.